Так, перезапустили, всё клёво. О, Ярик, у тебя теперь жёлтый ник. Пошёл к девушке в кроватку думать о тебе. Гениально, конечно. Гениально. Я ржу, не могу. Норм, норм. Всё. Смотрите, даже почти не просвечиваются. А потом какой-нибудь штампик сделаю и всем наштампую это. Сзади, чтобы рубашка была одинаковая какая-то. Норм, ура, товарищи. Так, осталось две карты. Сердечки у нас есть одни. Можно пики нарисовать. Забор, тупо. Забор, который будем перелазить. Что ж, что ж, хорошо пусть будет. Теперь всё ок. Ну, я рада, что вы довольны. Думайте, последнюю карту сейчас рисуем. Ну, всё. Девушка. Ну, про любовь мы нарисовали одну карту. Этого, мне кажется, достаточно? Или ещё надо про любовь что-нибудь помнить? Такое. Что-то двуличное бы. Ну, маску надо. Если двуличная, то это маска. Такая. Маскарадная. Зорро. Театральная. Так, а тут нарисуем такую. А как там маска этого анонимуса? Ну, такая, в общем-то. Так, ну что ж, что-то двуличное. Хочу такой масочный движ. Не, у меня в этой хате нету сейчас масок. Вообще, потом, может, привезу будет движ. Так, и последняя. Последняя карта. Чтобы за одежды была только маска. Ой, неплохо. Ой, неплохо. Какашечку на ласт. Не надо, блин. Нет, какашечка это какая-то... Это слишком обидная. Прикиньте, если кому-то выпадет. Если череп, то это хотя бы клевое испытание, которое можно это выдержать. А так, какашулька, не знаю. Я бы не хотела, чтобы мне такая карта выпала. Вот при всем уважении. Так, давайте что-то последнее. Я уже чай хочу выпить. Что мы можем? Забор с пиками можем нарисовать. Точеными, между прочим. Что еще? Что еще? Такое интересное. Последняя карта. Ну, почему у меня не загружается стрим? Переобнови. Переобнови. У всех все пошло. Капкан на медведя. Капкан тоже хороший. Можно еще нарисовать эту ракушку такую. Типа там жемчужинка внутри ракушки. Как мантра, умма не подмехуй. Намного будет интереснее, чем забор перелазить. Кстати, позитивнее. А потом, если что, мы с вами можем еще карт нарезать. И нарисовать еще. Просто нам, чтобы начать, надо хотя бы какое-то количество. С пиками только стул. У всех загрузилась, блин. Ладно, я пока нарисую ракушку. У нас пока набор такой этот будет. Типа добрый. А потом, нам, если эта тема под это подзайдет, мы тогда каждый гадательный стрим будем еще новых картишек подрисовывать. И будет вообще прикольно, мне кажется. У меня этой бумаги еще дохера. Мы еще можем, мы вообще можем чуть ли не 100 карт нарисовать. Если мы будем это делать, допустим, каждое, там, я не знаю, воскресенье, то мы тут нахер вообще просто обрисуемся. Так, вот такая ракушка у меня получилась. Может, не супер удачная? Почему я постоянно говорю, что у меня что-то не супер удачное? Охеренно у меня все получается. Вот это что за, наверное, упадническая тема. Так, отлично. Вот это будет наша последняя ракушка. Последняя картинка. Супер. Все, итак, мы готовы. Наконец-то я выпью чайку. А, ну вам же все равно еще как-то карты надо будет выбирать. Так что, может, нам еще эта камера пригодится. Ну, я пока могу за вас понавыбирать пока что. Ну, получается, какая-то еще одна держалка для камеры нужна. И пока можно, да, вот уж я поплюхать. Так, все, у нас есть набор карт. Можем начинать. Давайте, во-первых, стрим переименуем в то, что мы гадаем, чтобы к нам люди заходили и это спрашивали. Спрашивали свои эти гениальные вопросы какие-нибудь важные, крайне важные стены. Ну, все, Ярик, мы готовы, получается, полностью ответить на все. Так делаем тут. Ярик, это насморк. Вполне возможно. Возможно, Ярик уже достиг того состояния, когда он может раздваиваться и он, как бы, может в чате с двух ников херачить. Какие правила составления вопросов? Ну, чтоб понятно было. Желательно, конечно, чтоб было да-нет. Типа, вот, типа, либо да, либо не. Либо да, либо не. Так будет проще всего. Да-не. Так. Сейчас попробуем вам тут это разложить. Карты, карты. Карты, деньги. Ствол у меня только один. Деньги в донатах. Так что, в принципе, мы все выполнили. Все маломальские требования. Так, че мы как будем их тут выкладывать, чтобы вам было видно? Так, ну вот, можно это 4 карты вот так вот выкладывать и вы, типа, будете это выбирать, какую вам карточку. Вот, давайте сейчас пока договоримся, а я потом нарисую схему. Вот это будет один, это два, это три или четыре. Я буду вместо вас их тут выкладывать, а вы сможете только выбрать уже, так сказать, из тех, что выбрала я. Двойной выбор, короче. Тянем жеребий. О, кстати, можно нарисовать карты в виде кубика. Типа, там, эта... Судьба еще не определилась. Тим Арчер. Добрый вечер. Тянем жеребий. Колдуйте, да. Жаль, у меня эти свечки уже все кончились. Сейчас бы можно было еще свечечку. Ну, я сейчас еще одну палочку зажгу. Хороший вопрос. У кого короткая палочка? Да-да, я последний. Да что вы ссыкуйте, мы классные карты нарисовали. Тут все нормально должно быть. Тупо на стриме карты нарисовали. Смотрите, там красивые всякое. Вот это я арирую. Даже они так вполне хорошо в руке держатся. Перемешивать нормально. Гадание не ухудшает карму. Ну, у нас же это такое игральное гадание. Карма ухудшает все. Нет такого действия, которое бы никак не сказалось на вашей карме. И иногда вам может казаться, что вы делаете добрые классные поступки. А по факту потом оказывается, что вы это... Что-то нехорошее сделали. Ну, ты карты разложи как-то. И сколько карт выбирать. Так, сейчас раскладываем. Два, три. Сколько у нас получится? Может, у нас побольше получится? Сейчас тут я сделаю. Разложи. Надо немножко поубираться. Так, смотрим, сколько я тут смогу разложить этих красивых карт. Сейчас, наверное, в фотошопе накидаю набросок с нумерацией, чтобы вам вообще было много выбора. А, тот ряд вы уже не видите, да? Так, сейчас сделаем все по ультрафеншую. Вот. Смотрим, сколько мы можем разложить. Сюда можем? Можем. Сюда можем? Можем. Ого, сколько. Да фига. Карты мы можем сделать. О, тупо все. Тупо все помещаются. Смотри. А? Красиво разложили. Так, надо теперь... А как делать принтскрин? О, я сделала принтскрин. Сейчас мы еще номерочки тут сделаем, если у меня, конечно, получилось принтскрин сделать. Не получилось. А куда он сохраняется? Непонятно. Так, мы бы вебку подвинуть. Не, сейчас мы все нормально сделаем. Я открою сейчас в фотошопе, сделаю нумерацию, и у вас тут будут типа циферки. Вы будете мне говорить циферку. Мы уже просто когда-то такие стримы делали. И это у нас все получалось. В буфере нет. А ты карты не искала времен цыганки, сэр? Я знаю, где они лежат. Они просто в доме в Симферополе. Я там еще не была. Нет, в буфере обмена нету этого принтскрина. На что обратить внимание людям в следующем году? Сейчас подумаем. Ты хочешь сам выбрать номер карты или это? Мне повыбирать за тебя. Потому что я уже делаю нумерацию. Сейчас будет вообще топчик, стримчик. Топчик, стримчик. Уже рисую номера карты, так сказать. Хотите, кстати, посмотреть, как это происходит? Хо-хо-хо. А, можно, кстати, из геншина выйти. Мы что-то в него не заходим. Не заходим в геншин. Интересно. Сейчас, не захватывается фотошоп. Стрим по настройке OBS. Наш любимый стрим. Как вы знаете уже. Так, вот смотрите. Мы открываем фотошоп. И сейчас тут сделаем слой для наших карт. Чтобы вообще было идеально. И вот так я открываюсь. Давай уточню. В 2022-м. Следующий год уже начался. Но я тебе от себя скажу, что 2022-й год это этот... Как объяснить? Ну, лозунг года. А, адекватность это роскошь. Вот. Так что, в целом, надо понимать, что в 2022-м году адекватности практически можно ни от кого не ждать. И не надеяться. В общем. Сейчас я попробую тут набросать. Правда, я рукой закрыла какое-то количество. Ну, я думаю, получится. Не рисует. Timeline has over. Ну, если мы удалим таймлайн. Не получается. Че получится? Во. Так, смотрите. Где кисточка? Один. Ха-ха, смотрите. Мы сейчас уже и нумерацию сделаем. Так. На что обратить внимание людям в следующем году? Это будет наш первый вопрос. Так, карта номер один. Надо кисточку, наверное, еще меньше сделать. Угу. Десять. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Так, подождите. Я правильно нумерую? Я сейчас, блин, так пронумерую, а сама потом не пойму, что я пронумеровала. Шесть. Семь. А вот мне интересно, здесь восемь-девять или только восемь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Там две их. Значит, вот так сделаем. Девять. Это получится у нас кусочек десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Сейчас думаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, Тринадцать, четырнадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Угу. Так, всё, и этот слой мы сейчас сохраним и добавим себе в ОБС. И всё, и мы великолепны. ПНГ. Ну, ты можешь про себя спросить. Почему ты спрашиваешь про людей, а не про себя? Какая разница? Блин, у нас можно спрашивать про чё хочешь. Так. О, смотрите, вот, вот, вот это сила мысли, у нас нумерация теперь здесь. Так, отлично, теперь я для себя должна понять, что это у нас нижний ряд, это от одного до девяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо. А верхний ряд это у нас десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Не, ну скажите, я молодец, вот это я. Блин, я так горда. А говоришь, не колдуете. Ох. Так, начинаем. Итак, наш вопросик, наш вопросик. Что ждать людям до 2022 года? Ярик, выбирайте, пожалуйста, выбирайте судьбу всего человечества, так сказать. Кстати, фотошоп можно уже закрывать. И оперу тоже. И камеру. Получается, камера нам не нужна. Все, вот это я молодец. Все настроила. Ой. Сколько карт говорить? Ну, давай две. Две мы, может, сможем нормально разгадать. Ахалай, махалай, я Рикардо выбираю. Я пока схожу, палочку зажгу. Шесть и шестнадцать, хорошо, сейчас смотрим. Карты 6.16. Что ожидать людям от 2022 года? Сейчас мы поймем. Что нам ожидать? Не знаю, пойдет ли у вас дымок. У меня пошел. У вас, наверное, не видно ни хера. Ну, тогда сюда просто. Вот видно. На что обратить внимание? Хорошо, давайте я пролистаю наверх, чтобы точно знать, какой вопрос, и хорошо сосредоточиться. На что обратить внимание людям в следующем году? В следующем году, это в смысле 2022. Карты 6.16. Карты 6.16. Так, вот это 6. Так, и... Вот это получается рядом 16. Какое хорошее, ведь сделала нумерацию все-таки. Ой. Главное не чихнуть. Я мегамозг тони. Так, что у нас тут? Смотрим. Вот у нас получилось это. Получилось, получилось. Получается, нам вебку все равно надо поставить вторую. Чтобы разгадывать еще правильно. Ну, я туда поставлю. Так. Сейчас бан. Кому бан? Снова я что-то херню не ту сказала. Так. Ну, что мы можем сказать? Вот такие две карты. Можешь просто вебку показать. Вот. Там карта бана есть. Есть! Но она еще пока что никому не выпала. Ну, смотрите. Котик значит, что, скорее всего, мы будем все еще оставаться дома в 2022 году и чилить на этой пандемийном режиме. То есть, вряд ли в этом году отметят все эти запреты выхода на улицу. Я так предполагаю по этим картам. И... Что? В целом, да, домашний спокойный должен быть год для тех, кто нормально воспринимает условия сидения дома. Вот эта карта значит. А вот это интересно. Это значит, ну, то, что я и предполагала. То, что людям будет сложно справиться со своим умом. Ну, то есть, эта карта означает, что те, у кого шиза, у них она будет жестко развиваться. Вот. У меня, например, тут уже есть эти знакомые, у которых уже покатились куда-то в дальние дали. Там уже начали что-то там как бы со всеми ругаться. Непонятные какие-то совершать действия. Вот. Карты надо будет тасовать перед каждым вопросом. Таня, я думаю, сейчас потихоньку будем разбирать то, что есть. Ну, как мы и на прошлых газательных стримах делали. Вот. Кто первый, того выбор больше. Кто дальше, тому выбор меньше. Вот. Как все подзаберем, так второй раз выложим. Так. Короче, будет это. У людей будут спадать масочки. С лица. Тоже, кстати, с пандемией связано. Будут спадать масочки. Будут проявлять свою истинную сущность. Понимаете? Но у кого-то, наоборот, будет хорошая там какая-то личность за этой маской окажется. Ну, короче, обственная будет сильное напряжение ума. Вот. Все. Правдоподобное гадание. Ну, а вы что думали? Так. Давайте дальше. Гений интерпретации. У меня просто опыт есть. Кстати, можно эти новые карты подрисовывать. Давай мне. А вопрос давай. Давай мне. Вопрос сначала. Давайте. 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 Вопросы две карты. Вопросы две карты. Ну, хорошо. Пусть будет вопросы две карты. Когда будет у нас. Когда не будет вопросов, будем еще карты подрисовывать. Так. Три двенадцать. Шаурниша, у тебя про что? Чем в итоге закончатся мои отношения? Три одиннадцать. Так. Три. Одиннадцать. Чем закончатся отношения у Полины с Эд? Так. Смотрим. О-о-о-о. О-о-о-о-о. Так. Ну, думаю, рыцарь вашего сердца будет всячески вас радовать своими этими чудесами какими-то. Будет какое-то с его стороны это, в общем, какой-то подвиг для ваших отношений. Я так предполагаю. Ну, что-то, что-то, что-то будет хорошее, интересное. То есть, может, он напоследок отношений раз и предложение сделает. А ты такая, Вася, уже поздняк. Типа, вот так вот, может быть. Рицарь вашего сердца превратится в космическую пыль. Ну, тоже хорошая трактовка. Построю ли я дом? Три двенадцать. Три уже забрали. Осталось только двенадцать. Что-то еще хотите брать какую-то еще карту? Построю ли я дом? Это значит, что выпадет легендарка в оружие? Кстати, да. Ну, давайте посмотрим дом тогда по одной карте. Одна карта на дом. Слушай, вряд ли. Вряд ли. Вряд ли ты построишь дом. Вряд ли ты построишь дом. Может, ты купишь уже готовый дом. Может, ты купишь квартиру. Может быть, цены еще взлетят в три раза на материалы. И ты не будешь строить. Нет. Вряд ли. Короче. Вряд ли. С самого начала у меня была какая-то тактика. Смогу ли я ее придерживаться? Так. Семнадцать это у нас значит. И семь. Какая-то тактика. Тактика херовая, судя по всему. Сможете ли вы ее придерживаться? Сможете. Не факт, что эта тактика вам подходит. Пропустила один вопрос. Так. Сейчас посмотрю внимательно. Три-два. Три-одиннадцать. Полина сет. Что будет, если не взять перерыв? От Ксюши пропустила. Один восемнадцать. Так. Ну, тут вы поняли, да? То есть, надо тактику поменять. А придерживаться вы сможете любой тактики. Тактика, возможно, не очень. Извиняюсь. Пропустила вопрос. Если пропускаю, то вы пишите мне по миллиону раз. Чтобы я все увидела. Я просто тут это. Чисто могу быть невнимательная. Что будет, если не взять перерыв? Один восемнадцать. Бан! Вылетел. Так. Один. Один. Где один? Вот один. И восемнадцать. Это у нас вот оно. Что будет, если не взять перерыв? Сейчас узнаем, что будет, если не взять перерыв. Перерыв. Или если взять. Сейчас надо внимательнее прочитать. Что будет, если не взять перерыв? Так. Ну, если не взять перерыв, то вы будете и день, и ночь ебошить дальше. Если не взять перерыв. Если не взять перерыв. Что я могу сказать? Ну, как бы, тут все очевидно. Считаю вопрос. Себя исчерпал. Где взять силу? Как выйти из замкнутого круга? Так. Смотрим. Как выйти из замкнутого круга? Карта номер девять. Карта номер пятнадцать. Вот она получается. Так. Как выйти из замкнутого круга? Да. До слез. Хе-хе-хе. Божественная трактовка. Не, ну, я от всего сердца. Какой вопрос, такая и трактовка. Как бы, мы стараемся придерживаться общего, так сказать, вайба. Так. Где взять силу и как выйти из замкнутого круга? Смотрим. Смотрим, как выйти из замкнутого круга. Не, ну, вы поняли? Короче, надо холдить. Чтобы... Надо холдить. Чтобы выйти из замкнутого круга, надо холдить. Видите? Время. 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 Деньги. Чтобы выйти из замкнутого круга, вам нужны деньги. И вам надо их копить. Копить. накопите подушку безопасности все и и выходите из замкнутого круга инвестирование изучаете выходите из замкнутого круга так продолжаем что будет если дальше буду курить и пить 45 феноменальный вопрос мне очень нравится 45 так если я буду дальше курить и пить смотрим что будет если я дальше буду курить и пить не ну вам нравится мне кажется гениально получает так если вы дальше будете курить и пить то скорее всего у вас дальше будет какое-то процветание я так подозреваю процветать будет у вас этот цирроз печени может на самом деле процветать и если вы дальше будете курить и пить вы поплывете куда-то Ну, в общем, возможно, куда-то в нехорошее место. А может быть, наоборот. Вас куда-то занесет, короче, каким-то ветром. По течению, возможно, вас куда-то понесет, короче. Но что-то расцветет. В общем, смотрите сами. Решение, как бы, принимать не мне. Но интересные карты выпали. Может, вам и не надо бросать пить и курить. Может, это вас к чему-то приведет. Поплывете с планеты Земля и положат вам цветочек на могилку. Не, ну ты шаришь, конечно, я. Ты, конечно, разбираешься в этих. Так, что меня ждет на новой работе? 13, 14. Вот, у нас, получается, осталось всего лишь три карты. Смотрим розочку в животик. Попьяним он. Да, жестко. Так, что меня ждет на новой работе? Ну, на новой работе у вас будут какие-то неприятности. Скорее всего, вы либо сами уйдете, либо вас оттуда попросят. Ну, короче, эта работа, она, как бы, ничего хорошего вам не принесет в перспективе. Ну, типа, то есть, такое. Пойдете нахер вы с этой работой в слезах, судя по этим картам. А вот такая темка. Давно так не ржала, если честно. Но про биткоин мне понравилось, как выпало. Крепись, Полина. Но мы это, вы сами все видите. Когда вымрут мамонты. 8, 10. А давай уже все три карты откроем, посмотрим, когда вымрут мамонты. И сделаем новый расклад. Себе. Хорошо, тогда последняя карта останется мне. Можешь не раскладывать никогда. В смысле, не поняла. В смысле, не раскладывать никогда. Так, 8 и 10. Когда вымрут мамонты. Мамонты. Ну, значит, мамонты вымрут, когда змеи полетят. Рожденный ползать, летать не может. Значит, мамонты не вымрут никогда. Я надеюсь, Ярик, ты понял, что это значит. Так, а я хочу спросить это. Дядя, спасибо тебе. Буду курить и пить без сомнений. Так, ну это не я. Это вы сами выбираете карты. Спасибо большое. Так, слышно вам было донат или громче сделать? Ой, ну это, конечно, ржать. Я хочу спросить, как будет ли иметь успех такой вид стримов? Вот, с гаданием на картах. Я хочу знать, имеет ли смысл делать такие стримы вообще в дальнейшем будущем. Слышно? Хорошо, но я на всех случаях еще чуть погромче там прибавила. Спасибо большое, дядя. От души. Я ради вас стараюсь, реально. Ну, вы видели, я сама вам даже карты нарисовала. Да, такие стримы, такие стримы прикольно. Карты сказали. Го второй расклад. Так, господа, собирайтесь с мыслями. Если есть какие-то идеи дорисовать какие-то карты, давайте парочку карт дорисуем. Вот. Можно еще какие-нибудь символы интересные дорисовать. Я сейчас возьму подставку для телефона какую-нибудь другую, потому что я все-таки хочу пить чай. И мы с вами замутим второй расклад. Готовьте ваши вопросики, мои любимые матросики. Бан кому выписали? Да я пошутила, не будем мы так делать. Стоп, а кому бан? Кому-то там попадалась херня эта. Но это была шутка. Я не хочу никому бан давать, если честно. Я вообще за любовь во всем мире. Мне. Ну, хочешь, мы тебя временно отстраним? Поотдыхаешь от нашей невероятной тусни. Так, сейчас еще немножко картишек подбавим. В угол поставь. Так, Тим Арчер, это ты. Вот, можешь это сосредоточиться на том, что это ты. И мы тебя ставим, где у нас угол стрима теперь. Так, ищем, ищем, ищем. Не могу найти. Во, вот. Вот, ты стоишь тупо в углу. Наказан, значит. Все. Стоишь в углу. Все, крепись. Терпи. Так, что? Предлагаю. Сейчас я возьму этот еще. Возьму другой стаканчик. Абина, потерпи. Это просто карта такая. Все, кому выпадает карта, тот стоит в углу. Отрабатывает карму. Плохую. Чтобы оно не выпадало. Угол как вип. Ну, возможно. Ну, для тех, кому нравится наказание там и все такое. Для тех, получается, как вип. Так, предлагаю нарисовать еще сколько-то картишек, чтобы нам с вами было веселей гадать. Чем больше карт, мне кажется, тем круче же, да? Вы как считаете? Хоть у нас уже и есть минимальный набор, мы его будем всячески улучшать. Вот ты стоишь. Так, сейчас возьму еще стаканчик. Сейчас приду. Чай пить хочу. Чай пить. Теперь знаю, как его тут закрепить. Орешки. Орешки. Так, если вот такую кружечку. О, вот такая кружечка нормальная. Очень хорошая кружечка. Супер. А-а-а-а. Сори, господа. Я стараюсь. Я искренне пытаюсь сделать ок. А, вам-то карты же будет закрывать. О, ты епсель, мопсель. на меня чуть телефон не упал нормально крепись вот тут угол блин ну все в общем считается что отстоял так орешки да давайте нарисуем еще сколько-то картишек чтобы у нас еще чуть побольше было так нам надо нарисовать корону я думаю корона это как бы это это топ нужно мощная корона чтоб все сразу понимали кому выпадает корона тот у нас это успешный супер царь коронавирус ну не то чтобы прям мы можем нарисовать сколько у нас тут раз два три сколько я нарезала раз два три по 4 и одну супер нейтральную омикрон агент фсб здрасте следите за мной до фейсы я знаю вы следите так давайте нарисуем одну карту тупо корона можно крест какой-нибудь деньги дом яблоко старика так ну насчет людей неуверенно давайте пусть будет карта с короной какая-то обидно так вот такая будет элитная карта типа тупо победитель значит так чё еще мы можем нарисовать можем нарисовать голубя с веточкой типа хорошая весточка как вы думаете вот такая карта добавим в наш набор деньги уже есть но у нас деньги они типа биткоины как бы мы можем нарисовать какие-то более деньги попроще типа можем нарисовать просто какие-то еще типа материальные блага короны из бургер кинга ну какая есть так я предлагаю нарисовать диамантик пустой кошелек нарисуем это интересно могилу тупо надо на рис так тупо рип но хотя у нас череп он и так уже ну как бы хороший символ того что все кончилось так что может не надо на самом деле чё там хотела нарисовать забыла блин а диамантик да это тоже как символ богатства может трактоваться так ну такой он у меня получился какой-то я не знаю как есть в общем короче сокровище сияешь аки бельянт такая карта так пустой кошелечек надо не надо вот мы две нарисовали корона бельянтик это же дома все кому выпадает такая карта тот обязан задонатить сокровище это сундук любая пойман знает но давайте сундук тупо нарисуем с монеточками будет получается у нас три денежных карточки хоба такой этот сундучара так сундук и тут значит эти монеты 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 и что характерно не биткоины обычно сундука там капуста но я все так и сделала нормально смотрите уже плюс три карты нам в эту сейчас будем 2 вторую итерацию гадания запускать так хорошо плюс три карты что у нас музыка капуста и морковка ну как идея может быть капуста морковка хорошие карты получились так чё там чё-то может что-то негативненькое кстати пики точеные хорошая вообще была идея предлагал нарисовать стул характерного вида что думаете клевый маркер это случайно не микрон это пигма браш вот такой вот ну я много у меня разные брош пены я пробовала дом мне нравится предложенная выше клевер о клевер тоже классный символ кирку так дом давайте нарисуем какой-то типа дом не знаю замок может быть замкоподобный дом башню в общем какого-нибудь прибежище с большими воротами так ну вот такой дом у нас получается почти казенный короче нормас надо тут это пару кустиков еще плетку наручники так покажу мне больше всех понравился клевер что-то у вас такие предложения я прям даже не знаю так здесь нарисую еще один энтаж мансардный типа пусть будет ну смотрите мы дом кончара практически нарисовали и так хорошо тут тоже нарисуйте по тропинке а тут ворота большие так ну все серьезный получился у нас карта серьезно так клевер насчет плетки сейчас подумаем как лучше плетку изобразить пока что давайте клевер клевер должен быть обязательно четырехлистный иначе что это за клевер правильно я понимаю вот такой клевер так похоже хоть немножко удача кайфово у нас уже есть удача ну знаешь у нас и деньги уже два раза и в биткоинах и в золоте так сказать осталось только акции какие-то ну и нарисовать давай теперь негативные а то баланс избивается да давайте чем негативное какой-нибудь блин пипец нужен костер пожар вам жопа типа все в огне не ну на самом деле огонь его можно и с хорошей стороны протрактовать но в общем то все горит все так сказать обуяло пламя нормас пламя нарисовала костер сейчас выпадет горящий дух оси в плаще да я так неудачно нарисовала череп ребята я боюсь я не осилил такие серьезные рисунки все пожар в хате брынь загорела моя хата брынь не маде ночеваты Черный ворон Вот, кстати, черный ворон интересно Тому, кто про дом спрашивал Так, черный ворон Как бы его нарисовать-то правильно Хер знает Змея у нас есть Змея, кстати, красивая получилась Не знаю Так, ну давайте Какую черную птицу страшную Попробуем нарисовать Чуть херня какая-то, мне кажется, получилась Что вы скажете на это? Можешь паука? Мне кажется, эта птица, она будет из-за паука работать Так, ладно, давайте Вы этого не видели, короче Не, ну должно же у меня что-то не получаться в этой жизни Алло Как бы я же это не могу Как бы Я думаю, надо нарисовать какие-то это Бухич Что-то это Ворон улетел в урну Оружие, взрыв, динамит, разбитая тарелка Разбитая тарелка Разбитое сердце Давайте нарисуем Во У нас есть сердце Нормальное А у нас теперь еще будет сердце разбитое Типа все Все конкретно Не так Так, я не знаю, что еще Лужу сердца нарисую Ставьте Блин, лужу крови Нож Не, ну нож Это как-то уже слишком кровожадно Вот так вот Схематичные капельки Сюда дорисую Ну, в общем, вы поняли, да? Символ характерный Пожар Страсть Дикая огненная страсть Как жгучая лава Как раскаленная свеча Так, осталась последняя Последняя карта Еще какая-то идея Приоткрыть дверь Кстати, да Можно тупо дверь нарисовать Такой тоже символ Он вроде Так, нам надо переключить это Для сверхразумов музыку На более какую-то нормальную А то что-то это вообще у нас Такое трудно Долго выдерживать Все Сделала нормально Как было Так, приоткрытую дверь рисуем Последняя Последняя картонка Ребята Все, чилим Портал Бесконечность Вот такое Получилось как будто это окно Но ничего страшного А, мы ручку тут нарисуем И типа будет дверь Нормас? Это когда заходишь Игиншин А там дверь Ну да Типа того Можно еще эти кирпичи Вокруг нарисовать Типа это такой выход Будет у нас За пределы Возможностей За пределы Всего возможного И невозможного Такой выход Так, а там что? Темноту, пустоту Нарисуем? Давайте Как он видит? Ну, с небольшими Вкраплениями В общем Непонятными Такая космическая Портал, короче У нас, кстати Ни одной карты Не было Еще с черной заливкой Такая будет Загадочная карта Так, и начинайте Собирать свои вопросики Потому что мы сейчас Будем делать Второй расклад Во! Портал Заходишь в Геншина Там до сброса бездны Один час Ну, типа, да Хау Максайн Привет Гости придут Какие-то, значит Да, тоже хорошие Итак, смотрите У нас чуть-чуть увеличилось Количество карт Но мы выложим Девятнадцать Как мы И это С вами и договаривались Изначально Я вижу Черный силуэт Возле двери Не знаю Теперь Куда мышку засунуть Блин Мы всю Эту Всю площадь Занялись Сегодня У меня Такой Стрим Функциональный Так Во-первых Давайте Перемешаем Теперь Хотя бы Чай Могу пить Что Где там Ярик С гениальными Вопросами Интересно Это Магия Просто Для Вдруг Да Вы можете Препарировать Вопросы И Вопросы И Вопросы 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 Занесло Так Раскладываем Давайте Попробуем Разложить Прям Как Мы Нарисовали Смотрите Вот Карта Номер Один Так Мне Сейчас Важно Научиться Раскладывать Так Как Я Нарисовала Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Так Чуть Надо Вот Так Вот Получается Так Но В целом Вроде Все Совпадает Вроде Как Даже Хорошо Мы Нарисовали Всю Эту Схему Так Давайте Теперь Второй Рад Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Вот И чуть Чуть У нас Карта Еще Осталось Они Типа У нас Это Не Участвуют В этом Раскладе Все Приступаем О Все Можете Начинать Спрашивать Выбирать Так Сказать Свою Судьбу Так Это Семь Восемь Девять Это Восемнадцать Семнадцать Шестнадцать Двенадцать Ну Вроде Нормально Разложили Хорошо Все Видно Сам Самосовершенствоваться Или Так Норм Семь Семнадцать Смотрим Совершенствоваться Или Так Норм Открываем Так Ну Совершенствование Оно Конечно Вам Откроет Какие-то Новые Двери В жизни Но В целом Если вы Не будете Самосовершенствоваться Вы И так Довольны Жизнью Человек У вас В целом Все Ок Так 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 Это Ваше Личное Как Что Вы Там Хотите Какие-то Новые Пути ЖД Пути Открывать Своей Жизни Или Нет То есть В принципе Это Не Обязаловка Но Если Очень Хочется Чего-то Новое Для себя Какие-то Выходы В Астрал Там Можно Попробовать Но В принципе И так Все Будет Норм Даже Если Не Самосовершенствоваться Что Будет Если Взять Перерыв Так Мы же Этот вопрос Спрашивали Но Только Это Было Если Не Взять А Теперь Типа Если Взять Если Взять Если Не Взять Интересно Конечно Так И Что Вопрос Не Для Карт Какой Ты Выбрала Язык Для Изучения Если Внезапно Захотелось Ну Русский Не В смысле Русский Английский Или Украинский То Конечно Английский Русский Вы И так Знаете Если Вы Знаете Русский То Вы Украинский И Считайте Что Знаете Английский Самый Топчик Выбираю Английский Так 1 И 8 Карта Номер 1 А Не 18 18 18 Последняя Вот Это Вот Так Смотрим Еще раз Что будет Если Взять Перерыв Что будет Если взять Перерыв Итак Та-та-ра-тан Та-та-ра-тан Та-та-тан Та-дан О Ну Как Если Если Вы Возьмете Перерыв То Биточек Вырастет В цене Так Что Можете Сейчас Купить На Лоу Цене Взять Перерыв И Через Некоторое Время Он Выраст Время Брать Полюбес Гениально Что Ждет Меня В будущем Так Берем Карта Номер 2 Карта Номер 2 Карта Номер 2 И Номер Так Что Тут Что Тут Вот Это 12 Что В будущем Ждет Меня Ту-ду-ду-ду-ду Ой Ну Началось Ну Началось Господи Скорее Сего В каком Непуть Далеком Будущем Вы Помрете Это Однозначно Вам Хорошо Короче Ну Я Сочувствую Дядь Все Плохо Жестко Короче Это Жестко Что Будущее Какое Мрачноватое Жесткач Какой Не знаю Как И Всем Нам В общем То Да Еще Придется В углу Стоять Все Ставим В угол Тупо Мы На стриме Ставим В угол А Не Мы Не 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 Удастся Поставить Может Полежать Тогда Вот Вот В этом Углу Где У нас Еще Есть Угол Стрима Вот Мы Вас Положили В угол В Левый Ниж А Курить И Пить Хорошо Может Быть Наоборот Это Оно Тебе Помогает Жить Дальше И Не Страдать Вот А там Когда Начинаешь Трезво Смотреть На Мир То Как Бы Только Без Слез Не Взглянешь Как Бы Ну Будем Откровенны Да Если Не Бухать То Ты Понимаешь Что Весь Мир Вообще Как Б Ну Далеко Не Ненормален Так Что Конечно Так Все Пошел Я Компати Магин Давай Лучше Что Другое Спросим Чтобы Что Позитивное Выпало Жесткие Мы Карты Нарисовали А Вы Представляете Прям Такие Ответы Интересно Так Все Никому Больше Ничего Не Надо Спрашивать Ой Я Уже Кушать Хочу Стану Ли Олигарком Ярик У Меня Только Один Вопрос Почему Ты До Сих Пор Не Стал Что Так Я Вообще То В Тебя Верю Так Давайте Это Шесть Стану Ли Олигархом Шесть И Шестнадцать Интересно Вы Так Вы Выбираете Кому Шесть Шестнадцать Станет Ли Ярик Олигархом Все Так Ну Это Тяжелая Дорога К Олигархии Все Так Надо Этот Путь Пройти И В Итоге Ну Тут Как Б И Хер Знает Вы Может Быть Не Станете Олигархом Но Будете Продолжать Им Притворяться Олигархом На некоторое Время Вам Дадут Чемодан С деньгами Подержать Вы Это Поделаете Вид Что Вы Олигарх И Все Это Я И Сейчас Делаю Ну Короче Там Этот Там Путь Выпал В Принципе Его Можно Осилить Будет Ли Сделка С Братом Удачной Так Смотрим Сделка С Братом Девять Девять И Три Смотрим Девять И Три Сделка С Братом Что За Сделка Интересно О Брат Это Котик Брат Котик Домашний Хороший Довольный Ну Брату Походу Нормаз Будет Вообще Сделки Так Ну И Домик Замок Котик Замок Я Думаю У Вас Вообще Все Будет Охеренно Вашей Сделки Я Думаю Все Будет Удачно Будет Ваш Котик Жить В Таком Классном Замке Не Знаю Что Там У Вас За Сделка Но Думаю Все Будет Ок Вообще Все Просто Замечательно Смотрите Какой Кайф Котик И Замок Идеально Где Мои Котики Едом В Будущем Не Плачь Дядь Все Будет Хорошо Все Будет Отлично Не Переживай Так А у Нас Голосом Сообщение Что Не Читает В Донате Не Поняла Где Вот Это Сообщение Должно Быть Странно Сейчас Зайду В Настройки Посмотрю Синтез Речи Так Синтез Речи Включено Вроде Все Должно Быть Что За Херня Ладно Будет Ли На Нашем Веку Адекватность Нормой Хороший Вопрос Я Заинтриговалась Прям Сейчас Спросим 5-10 Будет ли Дамы и господа На нашем веку Адекватность Нормой 5-10 Берем 5 Берем Сколько Тут Где оно Вот 10 Так Ну Что я хочу Сказать Адекватность Может быть Нормой Только В любовных Отношениях С Девушкой Если У вас Девушка Цветущая Как Цветочек И у вас Согласованная С ней Любовь Вот Только В таких Отношениях Может быть Адекватность Нормой На нашем Веку Вот Вот Такое Так что В принципе Может Получается В принципе Может Технически Может Вопрос в том Что это Не повсеместно А с парнем Не Норм Не Ну У нас Просто Спрашивает Парень А поэтому Для парня Поясняю Но Меня Это Порадовало Все Таки Может Быть Адекватность Норма Это Это Радует Очень Я Уже Думала Все Никаких Возможностей Парень С парнем Тоже Норма Так Найдется Ли для Алисы Нормальный Мужчина В этом Году Так Давайте Спросим Очень Хороший Вопрос 4 14 Получается Вот Так Осталось 11 13 15 8 8 Вот Так 8 8 Половинку Просим Так Что там Что там Найдется Ли для Алисы Нормальный Парень В этом Так Сказать В году В этом Году Смотрим Так Ну Найдется Судя По этой Картинке Найдется Не факт Что Нормальный Может Быть Буйный Какой-то Но С Деньгами Может Какой-то Новый Шейх Залетит Не знаю Короче Я думаю У меня Найдется Какой-то Этот Шизик С Бабосиками Прям Чувствую Он Уже Нашелся Может Быть Что тут У нас Осталось Быть Экстравертом Или Интровертом 13 13 15 15 Безбашенный И богатый Да Так Быть экстравертом Или интровертом Разбитое сердце И луна Не знаю Даже не знаю Очень сложный вопрос Тут как-то так и не ответишь Лельзя Это тип Вложенный Психику Тип Экстравертом Или интровертом Мне сложно Ответить Возможно Когда у вас Будут Какие-то Эти Сердечные Проблемы То Может быть Вы тогда Поймете Кем вам Быть Экстравертом Или Интровертом Но Луна Это все-таки Про Интровертность Я думаю У вас Больше Склонность К Интровертности Луна Это Такой Символ Скрытности Спокойствия Разбитое сердце Это Интроверт Ну Короче Походу Вам Лучше Быть Интровертом Наверное Мы Так Это С Чатиком Трактовали Этот Расклад Походу У вас Больше Склонности К Интроверсии Решено Итак Последние Две Карты И Пусть Мой Вопрос Будет Куплю Ли Я Себе В Этом Году Мощную Камеру Для Стримов Вот Такую Элитную Типа Зеркалку Как У всех Там Топ Стример С Сисечками Чтобы Прям Было Супер Топ Качество Вот Куплю Ли Себе В Этом Году Такую Камеру Вот С Переходником Там Чтобы Все Было Супер Пупер Там Типа Элитный Стрим Знаете Давайте Сисечки Будут У меня Нету Я Не могу Их Сначала Надо Вставить Чтобы Они Были А Я Не Хочу Так Открываем Что-то Интересное Тут Вот Это Змея Конечно Змея Которая Находит Жемчужинку Понятно Шо Понятно Если Буду Вести Себя Как Змея То Может Накоплю На Классную Зеркалку Типа Для Стримов Или Шо Карл Кстати Снова Мне Выпадает Эта Жемчужинка Уже Второй Раз Походу Это Надо Быть Спокойной Как Удав Стримить Каждый День И Та Да У 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 Так Все Верно Так Ну Что Нравится Вам Так Тебе Надо Быть Проворной Ага Еще Хладнокровной Скажи Да Чтобы Получить Жемчужинку В общем Какой Там Мне Мне Надо Стараться Однозначно Вы Заметили Да Так Шо Мутим Следующий Расклад Господа Как У Вас Это Как Боевой Настрой У Вас Еще Есть Какие То Эти Неплохо Стараюсь Спасибо Большое Будешь Играть Любовь Чела Получишь Жемчужинку Очевидно Если Буду Жесткой Манипуляторшей Если Буду Манипулировать Чувства И доводить До Белого Коленя То Получу Жемчужинку Жестко Жестко Конечно Не очень Мне хочется В эти Игры Играть Но Если Надо Мы Это Можем Артистизм Включить На максимум Покушай И Продолжим Да Давайте Я схожу За мандаринкой Там Чем Нибудь Привет Это Бот Запасного Ака Сегодня Быстро Освободился Есть Чуть Времени Что Нужно Для Гадания Для Гадания Мы Только Что Закончили Второй Расклад Для Гадания Нужно Подождать Сейчас Мы Разложим Карты Будете Задавать Вопрос И Писать Циферки Две Штуки Надо Два Номера Написать От Одного Сколько Там До 18 Вы Берите Карту Зададите Вопрос Две Карты Ну Вам Что-нибудь Возьму Перекуснуть И Продолжим Вернемся К вопросу О языках Какой бы Ты Выбрала Язык Для Изучения Если Бо Внезапно Захотелось И Английский Нельзя Выбирать Русский Русский Я бы Тогда Выбрала Парлево Францэ Я бы Выбрала Вообще Санскрит На самом Деле Я бы Выбрала Тупо Санскрит Учить Осторожно Одного Уже Похородили Да Мы Тут Это Такие Жесткие Карты Вы Выпали Про Будущее Причем Я Просто В шоке Что Гадаешь Отвечаем На Любые Вопросы Отвечаем На Любые Вопросы Вот Так Сейчас Приду Держитесь Молодцом Никуда Не Уходите Сейчас Продолжим Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так Так Что Вы тут Не донатили Я надеюсь Пока Мне не было Так Мы едим Сельдерей С морковкой И сейчас Продолжаем Японский Интересный Я думаю Язык Вы Хотя бы Это Интересно Учить Друзья Ну Ну В принципе Тут Есть Оранжевая это как бы как мандаринка только морковка морковка с моим любимым сельдереем люблю сельдерей все сейчас продолжим французский кстати когда-то там в детстве по моему в первом классе ли что-то такое я по фану что-то там изучала приятного аппетита пасим большом прикиньте человек у которого сельдерей победил мандаринку получается жестко отдохавать перед сыром всегда никогда не забывать это правило это важно хотя блин если я так буду делать а может потом буду жирная как в душ в идеале надо кушать всегда когда хочется ну все норме можно продолжать разжиреешь на овощах ага не ночью если там один авокаде по откату и картошечку жареную то можно ожирить на овощах ожирешь так и жареную картошечку каждый день прикиньте вот это это моя мечта хотя мне наверно быстро надоест но компотик еще сегодня сварила сварила сегодня компотик мы с вами по-моему на каком-то кулинарном стриме варили компотик или не варили но значит на следующем сварим с вами обязательно компотик с варениками мы не варили не помню так ладно давайте что давайте еще раз дает так компотик да да люблю компотик вкусный чтобы был и так гадание продолжается у нас карт стало чуть больше я уже не знаю что догадывать спросить что-нибудь про этот год может это про будущее это про слишком далекое будущее может быть было так давайте раскладываем кто там заготовил вопросиков сейчас можно будет спрашивать музычку можно погромче сделать заниматься тем что нравится или тем что хорошо оплачивается давайте как-то однозначно тип она ну чтобы не было или чтобы было типа заниматься тем что нравится и смотришь ответ или потом в следующем раскладе заниматься тем что хорошо оплачиваю и типа той что были такие да нет типа больше что ждет меня в будущем вопрос угарный непонятно в этом году или через 50 лет а типа просто размытое так тариф через 50 лет хорошо раскладываем время выпало раскладываем уже есть два вопроса отлично проясни ситуацию с женой 3 9 заниматься 7 17 вот это ты топчик конечно переформулировал заниматься а то что то что то не по православному у нас получается в тех что желтые так я в тех что желтые сейчас 4 5 6 7 8 8 9 так теперь выкладываем верхний ряд есть но и вообще-то не думала что мне сегодня будет гадательный стрим я думала сейчас это геншин в рублю и дальше год так сколько по карт у нас не участвует какие цифры заняли я сворачивал да много уже заняла сейчас будем быстренько это просматривать так 717 заниматься заниматься 717 7 и вот получается 17 смотрим заниматься заниматься однозначно заниматься с любовью причем и старательно однозначно заниматься так что ждет меня в будущем непонятно через 50 или в этом году а карты не выбрал я рек проясни ситуацию с женой 39 39 проясняем ситуацию с вашей дорогой супругой 39 так ну она сейчас это просто летает в облаках немного ей надо это время чтобы спуститься на землю просто подождите просто надо подождать у нее там закончится этот режим полета и она поймет так блин у меня же нормальный мужик че я в ее боюсь и все просто надо время так хорошо стоит делать бжсм project в тая 616 так смотрим так смотрим 6 и 16 стоит ли делать project в тая смешно конечно привет можешь включить песню одну бизнес 1 или 10 песню могу включить ссылку в донат и включаем вашу песню так чтобы я ее нашел спасибо пойду смотреть сны с тобой давай пока так так а шо мы спрашиваем я уже забыла блин забыла что мы спрашиваем а про проект про проект таиланде 616 открываем но это конечно идея на миллион бриллиантиков будет дофига донаты будут просто валом но как бы там непонятно куда вы потом выйдете после этого всего ну то есть я думаю это будет успешным однозначно но к чему это в конце концов приведет непонятно то есть скорее всего вы запустите стрим вам дохера за донатят и через за некоторое время ваш канал забанят но вы соберете аудиторию будете постоянно открывать новые каналы и в итоге уйдете в даркнет видите какая темнота ну в общем понятно что будет после смерти 1 и 2 1 и 2 что будет после смерти бизнес 1 и 10 уже нету карты 1 только 10 можем посмотреть по вашему бизнесу так что будет после смерти чтобы у меня после смерти так после смерти вы встретитесь с вашими умершими животными в раю и ваши близкие будут скорбеть по вам фен здравствуйте фен у нас сегодня гадание на картах которые мы нарисовали вот час назад очень интересное причем что меня ожидает так подождите там вопрос про бизнес а единичку уже взяли но мы можем и одной картой про бизнес ответить вот 10 так бизнес бизнес штука рисковая как бы видите у вас тут это опасно у вас там такой бизнес что вас могут и за жопу взять и молнии вам туда чпань так что я это рекомендую аккуратней в плане бизнес вопросиков смотреть могут взять за жопу видите бухгалтерию нормально бизнес под угрозой с вашим образом жизни только котик после смерти стать так ксюша что меня ожидает ближайший год 8 8 и 18 так смотрим 8 18 8 ой какое-то будет разочарование что-то кто-то вам это сердце будет разбивать но зато будет много денюжков много денюжка в богатство так сказать материальное но какой-то нехороший человек вот а может ситуация будет вам это так что аккуратней с сердечными этими следите за здоровьем разочарование от шейха короче может быть стоит ли дальше заниматься анонизмом 415 так действительно важный вопрос товарищи он касается нас всех стоит ли дальше заниматься однозначно да вы просто король своего так сказать замка сидите в свою дальше в своем замке башни и продолжайте и вы как бы это король положения я считаю однозначно да это успех по крайней мере это будет вас оберегать от каких-то этих ну в общем да однозначно стоит я думаю да это это хорошо дома каждый король анонизма в своей крепости я не могу не ну это ж надо вопрос на миллион так у нас осталось буквально три карточки это прикол конечно это прикол стоит но только дома о вот это конечно это да действительно только дома на улице не надо да шедевр конечно шедевр а ксюша охереть ксения спасибо большое но мы там вам нагадали этих шейхов все будет топчик ксения а спасибо спасибо большое это не я это подстава ну в общем ваше светлое имя кто-то для своих и тайных нужд использовал теперь вы будете в списке донатеров у нас ползти вот тут вот в полосочке и это никуда вы не денетесь с этого пути понятие простить спасибо донатер жестко кто то это да это ярик наверно балуется давайте спросим у карт это ярик задонатил выбираем 13 . почему не читать донат желаю всем хорошего анонизма в домашних условиях Спасибо большое, дядя Сейчас я Переделаю донатную ссылку Может оно начнет Нам сообщение читать Это что за херня Ой, извините Спасибо большое Неизвестный Господин шейх И дядя, спасибо большое Сейчас попробую Перестроить ссылку Чтобы у нас все-таки сообщение звучало Это что такое Давайте сделаем тест Лол, теперь вообще не работает На приколь, что ли Что-то у меня в последнее время С донатами какая-то это Тема странная Лол Лол Это я тест запускаю Что-то его не видно Сейчас я еще раз делаю Какая-то двуличная особа задонатила Не двуличная, а загадочная О, все, теперь сообщение будет слышаться Ну, слава богу Все Сообщение А то что мы это Как лошары Короче, карты говорят Это Ярик донатит тайно Двуличная У нас маска была Маска это еще загадочность Маскарад Тайный Этот Веселый Маскарад Это это БДСМ стримы в Таиланде Карта означает Балл Маскарад Ага Уволан Да, блин Кому как Не всем заходит Эта тема Да, осталось Четыре карты Кукинг стрим Надо делать Смерть еще не выпала А не факт, что она есть вообще в этом раскладе Ты боишься загадывать А чтоб тебе второй раз Смерть не выпала, да? И, кстати, можно эти карты Потом пойти заламинировать И вообще будет топчик Слушай, а я вот тут смотрю Очень может быть, что смерть там есть Среди этих карт За кем я в очереди на гадание? Очередь свободна Можете спрашивать вопрос И два числа писать От 1 до 18 Ты первый, вперед Смерти нет В картах, которые в отбое Так что сейчас это Не заговорить, каких карт нет Ну у нас просто дядя переживает У него и так шок от того, что ему там выпало Про будущее Короче, да, спойлер Выбирайте аккуратно Не, ну я могу переэто Давайте Давайте так сказать Перенастроим, да? Если вы уже знаете, что там Это ж нехорошо Это ж нехорошо Не надо Давай по-честному Какое следующее свидание? Какое следующее свидание? Нормально лежат Да сейчас, блин, выпадет эта карта Вы будете ржать 4 Ну вот, пожалуйста, блин А, это я открыла 12 Все, эти мы, значит, убираем И 4-5 у нас про Какое следующее свидание? Все, смотрим Какое следующее свидание? Фуф 4-5 Открываем О, снова у нас последняя ракушка Следующее свидание у вас будет со змеей Которая очень любит материальные ценности Будьте аккуратны, так сказать Дядя, тебе смерть осталась Она их просто выкинула Защищаю вас всячески от смерти, так сказать Ой, блин Короче, к вас берут Будьте аккуратны У вас какая-то это Следующее свидание Могут быть проблемки Какая-то к вам там Змеюка подколодная приползет Вашу эту жемчужинку Очаровывать Есть варик, что тип будет как змея Разведет тян и получит, что хочет Да Да, может и так быть Если у вас наоборот Если это вы любите разводить тянов На всякие жемчужинки То получается В этом случае вас ждет успех Тут уж сами по себе подумайте Как вы больше чувствуете Ну просто у меня просто лично змея Она больше Хотя змея это аж может быть Удав Ну, сами понимаете какой Интересно С этой плане Я и в этом плане не смотрела Змея это символ Грехопадения Ну, то до свидания Будет вообще успешное Тут видите Какая трактовка богатая Кстати, предыдущими картами Были такие же Так Давайте Хотите еще карт дорисуем Чтобы было больше вериков Ребят Или продолжаем пока с этими Че вы Как у вас настрой боевой Нарисуем еще картишек Или нормально все Пока Мне кажется У нас классно получается Можем это Какую-то голубку с веточкой Нарисовать Мировую Их нет смысла рисовать Пока стример Предыдущие не введет В смысле введет Не понимаю тебя Так, я добавила все эти Ну У нас все Все карты в сборе Что? Там они в разброс идут Так Ну, давайте посчитаем Сколько Так Все? Все карты Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Один Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать Двадцать 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 Три Двадцать Четыре Двадцать 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 Шесть Карт Всего Мы рандомно Раскладываем Восемнадцать Из этих Восемнадцати Вы задаете вопрос Выбирайте Две такая тема чё погнали или еще рисуем красиво в смысле не понял что-то я не так делаю вы поясните я буду стараться так делать ну конечно не хотела бы чтоб кому-то смерть выпадала вот она как-то меня триггерит за каких-то это позитивчика какого-то хочется нарисую мочевку ладно давай это не я придумала и лопату лопату хорошо давайте одну карту лопату другую карту могилку договорились рисуем и голубку с веточкой все дальше подумаем что еще будем рисовать карту лопату карту могилку и карту голубя с веточкой добавим в наш расклад так сказать ой тяжелый картончик но это будет значит что вам это пора это на покой отправляться или можно попробовать этим копателем устроиться на кладбище очень кстати профессия зажиточная пора копать так сейчас нарисуем лопату и могилу но в этом жестко конечно вас такие тем а вы знаете толк в реальных профессиях я так посмотрю так так а а а а а а так не поняла донат так где без звука без нихера так подождите что такое невидимый донат а все видимый 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 донат к вас берут 200 рублей спасибо большое спасибо огромное я так сказать держу себя в руках и вас тоже мысленно это видимо какой-то алерт два раза у меня повторяется но я уже не буду разбираться главное он показывается и на этом ему спасибо большое вот главное что он показывается и так рисуем мы сейчас еще дорисуем немножко карт чтобы нам было так сказать повеселее рисуем о ножницы кстати можно нарисовать чтобы отрезать все лишнее могилка у нас должна быть лопата да можно конечно позитива но чтобы там был с негативом вот это у вас желание конечно позитива но можно с негативом я прям аплодирую так во первых давайте нарисуем подарок чтоб хотя бы с позитива начать а то что это вообще такое не знала вас такие эти прям шок дайте нарисуем такой подарочек приз сектор приз на барабане вот подарок но чек да классно так вот теперь могилку можно нарисовать главное начать с хорошей ноты так сказать да подарок подарок а там лопата тоже хорошо вам подарила что-то не очень хочу я за банан ножницы и банан но если выпадет банан как мы это будем трактовать с вами вы вообще как себе это представляете могилка ладно там как бы ну загнется какое-то дело там что-то это что-то пойдет не так это я еще хоть как-то понимаю лопата да типа надо идти трудиться на завод там типа я еще могу понять так рисую могилку так сказать нормас банан это скользкое положение ну разве что в этом плане все вот такая могилка с цветочками нормас вы довольны сладкая жизнь до могилки так лопата полезный предмет в хозяйстве пригодится хорошо давайте нарисуем лопату уже если вы так настаиваете какая-то у меня блин что-то как-то не не получилось лопату нарисовать какая-то херня я извиняюсь так с лопатой что-то не пошло так вот так вот лопата 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 так вот так похоже на лопату с косолок какой-то похожий или нет не знаю что я видимо это не специалист по лопатам улыбку нарисую но улыбка не улыбка не знаю так отлично так лопата есть лопата могилка и подарок как ты вам такой вот не дай бог такие карты выпадут я даже не знаю что сказать так я хотела еще нарисовать голубку с этой светочкой типа надежда надежда мой компас земной компас кстати компас давайте нарисуем компас баланс да сейчас не ну мы можем понерфить какие-нибудь карты если что-то у нас пойдет не так мы ж не blizzard мы можем это все быстренько исправить если у нас что-то плохо получилось что-то получилось как будто часы так похоже на компас ребят напиши n да написала вроде так вот здесь эти покрышечку нарисую может так будет больше похоже немножко похоже ну отлично чуть похоже и хорошо так еще мы нарисуем голубку голубку с веточкой тоже как символ надежды надо еще позитива так давайте какие-нибудь позитивные карты рисовать а то как нам потом на них гадать если мы сейчас херню одну нарисуем могилки блин лопаты ребята давайте к это откуда столько откуда столько этого не знаю блин вы меня пугаете конечно летит голубь вот такой утка короче этот гусь со стримов действия и вор да тупо тырит ветки так что еще у нас есть еще у нас есть три карты новых чтобы нарисовать в наш этот набор гадательный бананчик вкусный все-таки надо банан да я рек блин ну давайте банан не знаю как мы будем его потом это трактовать банан ваш так но я его нарисую чуть-чуть и как будто он это раскрывается банан в полном раскрытии так сказать готовый к съедению жирный сотри красиво я рек как ты какой банан моей мечты прям тупо карта банан но вы понимаете что это значит да тут можно в принципе без трактовки обойтись так карта банан отлично что что еще осталось две надо вам что-то еще не надо уж что там у нас еще есть огонь надо что-то доброе хорошая позитивная вечная что-то прям такое хорошее давайте чего-нибудь самолет ну да у нас же есть корабль почему бы самолет еще не нарисовать и будет самолеты могилка да вот так вот просто так сейчас еще немножко подумаем так сейчас еще подумай все ничего не придумаем в принципе у нас уже веселый набор получается банан лопата пипец конечно вечер перестает быть томным компас но по ходу все если в голову ничего не лезет значит это а ведь кто-то билеты сдаст после таких когда мы самолет не стали рисовать так что мы можем только если у вас на круизном лайнере путешествие если чё-то плохое выпадет связанное с кораблем то тогда это да привет кстати славио паруш как там твоя машиночка как 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 дела что-то это уже все все нормик подкова ну подкова это примерно то же самое что и клевер подкова у нас уже в принципе есть клевер чё нам еще надо ты все хочешь это крыло приобрел осталось фара ну окей думаю все будет ок уже это 50 процентов комплит получается так сейчас хорошенько перемешаем у нас там банан есть среди этих карт выпадет вам допустим банан и любовь или бананы корона есть вариант нарисовать меч короля артура который из камня вытащили у нас есть такой меч уже в колоде привет red rose у нас и роза есть и меч у нас там чё только нету сейчас увидите и банан и могила и лопата и котик мы практически все предусмотрели а я хотела стул нарисовать с пиками точеными о слава богу я вспомнила так значит рисуем стул это вообще самая тупчик карта будет вот в таком стиле хорошая же будет карта как вы считаете да так покажи меч ой где-то он там уже в колоде а тут у нас значит пики так второй стул мы не рисовать не будем у нас вместо второго стула банан в колоде вот и такие эти схематичные пики хорошо получилось мне кажется вообще шедевр о господа я просто художник от бога смотрите готовьтесь сейчас мы добавляем эту карту в нашу колоду бутылку тогда лучше давайте пока с бананом разберемся я и так очень переживаю на этот счет начинаем расклад господа готовьте свои что у вас там это что болит тот о том и спрашивает вопросики неплохо профессионализм не пропьешь так я низко-низко так вот немножко вроде по перемешали уже такая жирная колода у нас получается сейчас подожди дядя подожди надо разложить разложиться надо наш лоток гадательный 12 так а что у меня тут сбилось что ли моя схема 1 2 3 4 5 6 7 8 9 так немножко подправляем тут чтобы все у нас совпадало 8 9 6 что-то между 6 и 7 какие-то проблемы начинаются ну ладно в принципе зато понятно все так тут у нас 10 нормально цифры хорошие нарисовали рабочая схема 17 18 так а тут у нас почему-то две карты на 18 что меня ждет в этом году 19 открываем один что нас ждет в этом году но вернее дядю что ждет один и значит 9 смотрим что ждет дядю в этом году дядя тоже не шутки пойдешь не туда смерть башка попадет совсем мертвый будешь короче дядя тебе надо реально определяться в жизни как-то и искать свой путь какой-то свой этот компас куда-то настраивать чтобы иначе будет капец все это больше не играть вот это прикол так давайте дальше жестко жестко какой следующее свидание 48 капец я в шоке конечно 48 квас берут какое следующее свидание 4 так сразу понятно хорошее свидание слушайте но вы уже спрашивали про свое свидание вам еще раз поясняют эту же тему тут как бы либо за вашей жемчужинкой подколодная змея это охотиться либо как бы наоборот ваш питон найдет жемчужинку в ракушке погреется так сказать так какие плоды принесет опыт с этим психотерапевтом 217 плоды опыта с психотерапевтом открываем 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 вы будете продолжать копать ваши травмы вашего как бы психики и в конце концов придете к успеху с этим психотерапевтом у вас вы докопаетесь так сказать до глубин психики и выйдете оттуда с победой победно по победный опыт будет будет ли россия свободной 1416 так открываем будет ли россия свободной 14 вот это вот и 16 так 1416 ну тут без комментариев просто ребята без комментариев вот это чтобы вы понимали карта биткоинов кто не знает да а что такое почему донат не видно ё-моё капец я в шоке сейчас перри это дядя господи помоги мне пожалуйста сейчас заново проиграю у меня за судьба тяжелая мне на себя надо гадать а видно все таки просто надо ждать пока он покажется поняла дядя господи помоги мне пожалуйста но все равно не читает жопа как на это сданный шиналердс дядь найди направление какое-то и будет все хорошо насчет россии вы поняли короче будущее вот это кстати символ валюты тонн а это би . так что в общем в принципе алиса это россия может и расцветет на крипте ксюша ты фарму плешь в лес не ходи без компаса стану ли я геем 6 и 9 вы меня уже пугаете так 6 вопрос серьезный 6 а 9 у нас уже нет карты 9 как вы ее выбрали когда ее тут не лежит значит у вас только однозначный ответ как бы лол карты не врут так свободны в россии только богатые а вот правильный ответ так то до 10 то до 10 берем 10 сюда добавляем и открываем так удача благосклонна вам однозначно все получится вы станете вы походу это голубок получается я не понимаю вышел у вас тут это прозрачные карты вы как-то видите чё там вы как такие рофлы получаете не понимаю были капец это конечно серьезно конечно оттук я такого не ожидала так есть у нас еще вопросики еще карты остались банан и голубь я в шоке видите все-таки сработал банан стоит ли кушать ой мы осуждаем мы осуждаем но мы спросим но осуждаем но спросит так 1318 так что тут 13 18 мне интересно но я осуждаю но спросим опыт этот опыт будет травматичным и лучше не выходить из дома когда вы это сделаете как бы ну так то нет не стоит но вас в это будет штормите вы давайте хотя бы начните с половинки короче шо я могу сказать осуждаем что меня ждет в этом месяце 11 12 берем 11 12 и смотрим что ждет дядю вас ты имя в этом месяце дорога какая-то интересная и подарочек вот слава богу наконец-то у вас правильные вопросы и вам правильные ответы какая-то дорога и подарочек а вам музыка не сильно громко чего вы молчите вообще дорога и подарочек вот хороший этот все прошу найдете на дороге какой-то подарочек возможно надеюсь это никак не связано с предыдущим вопросом алиса все хорошо боюсь что в этом подарке а что в этом подарки мы узнаем в следующем раскладе так сказать так у нас осталось 357 и 15 можете повыбирать господа позадавать вопросик остались карты 3515 не ну подарок это хороший знак в принципе в подарке ничего плохого не должно быть это же подарок хорошие получились карты посмотрите как отлично работают я вот сомневалась стоит ли нам в карты добавлять банан и лопату она как бы это сработало 315 57 отлично вы господа сработались будут ли у меня дети 315 3 смотрим 315 будут ли у овенбак дети конечно будут надо время и у вас будет какой-нибудь котеночек вы сначала заведите кота а потом мы посмотрим на ваше поведение будут короче через некоторое время надо это подождать подождать а а месяц-то закончился а в какое сегодня число ну значит завтра поставим это следующую полосочку будет у нас февраль пойду парня брат так что будет в этом подарке 57 за вас ярослав спрашивает что будет в этом подарке очень интересно я рекнуто твоя тема какая-то мистическая херата будет в подарке может быть этот подарок будет какой-то этот может это подарок будет от и мистической личности может и стримич на начнешь и тебе это ноунейм и донатеры придут донатить такие начали на расслабоне и тснэйт в общем неизвестно неизвестно что будет в этом подарке что-то такое что-то эмоциональное карты не дают конкретных ответов вот кстати да кстати да луна это спокойствие позитивное да кстати подтверждаю маска для сна так шо еще хотите дорисовать у нас еще есть одна это можем еще одну карту нарисовать для следующего гадания кстати какую-нибудь главное чтоб не лунатизм согласна согласна так себе подарочек солнышко солнышко у нас есть уже в этой колоде солнышко у нас уже есть у нас есть луна и солнышко такой типа набор вот жаль стул с пиками никому не попался я прям это прям ждала или пустой оставь можно какой-то этот символ пустоты нарисовать какой есть символу пустоты блин не могу найти для солнышко но у нас в этих картах точно солнышко было где-то вон у нас их сколько уже сколько мы все на стриме нарисовали рыб костер солнышко я точно помню мы рисовали вместе с луной да вот она мы одни из первых эти карты нарисовали вот солнышко луна дырка от бублика лингум уже пора ну хорошо это будет у нас карта которая означает не чем можно такое нарисовать такой символ который будет означать что у вас все будет океюшки типа потеряла где пустая карта кстати я еще в колоду добавила что ли мы можем какой-то этот омчик нарисовать типа неужели и сюда добавила в колоду и тупо забыла банан да вот она как роз трактуется ну это что-то цветущее пахнущее что-то хорошее это может быть девушка какая-нибудь красивой наружности вот это может быть какое-то процветание в делах ок нарисуй просто ок просто ок войд бездна можно черную дыру нарисовать хорошо давайте нарисуем короче такую спираль которая уходит сама в себя это у нас будет такая карта обозначающая какое-то некое ну типа карты не могут вам сейчас реальность еще не сформировалась типа поэтому вопрос как вам такое или тупизм что скажете господа тупизм или не тупизм или разбитая бутылка короче мы нарисовали такую спираль будет у нас такая спираль почти как это от комаров получается гипноз кто-то вас гипнотизирует засасывающая спиралька получилось но пусть будет для общей я уже сижу в тыка круговорот событий он тоже хорошая это хорошая версия круговорот событий так давайте оденем другие очки наш об немножко сменить обстановку а кстати у меня еще синий из давайте посмотрим как синим ячика либо вода сливается унитаз какие многогранные эти трактовки как вам такое на так лучше с какими вам да блин с какими очками вам больше нравится с синими или с желтыми давайте всячески привлекать внимание на наш стрим будем призывать новых адептов сейчас я сделаю какой-нибудь еще прическу унитаз тоже угарник казалось бы причем причем прикиньте выпадет унитаз банан и лопата в одном раскладе вот это я буду дико орну так вот это я смешная конечно могилка и унитаз отлично вот это колода моей мечты конечно получается так что продолжаем наши расклады поздравляю вас или чо или рисуем унитаз в колоду а ну-ка проголосуйте будем унитаз в колоду добавлять или нет надо понять но у нас уже такая колода жирная становится уже процент выпадания того что вы хотите он как бы это стремится к минимуму минус не хотите унитаз потом хорошо нам надо собрать идеи и типа после вот этого расклада может быть уже есть получается иди сюда катюню будешь гадать гадать катюнь мы твою карту тоже нарисовали катю ты знаешь что у нас в картах есть катюнечка что-то соскучилась мурчит катюня слышно вам хочу как дела у тебя все хорошо соскучилась пришло такое да соскучилась чуть на балкон хотела что такое да тут я все нормально все хорошо просто стримлю шо хочешь очки одеть будешь с нами гадать катюнь ну ты красавица да хорошая катя так катюнь давай раскладывать что ты будешь помогать нам вопросики задавать катюнечка будешь помогать ты хочешь со мной прям сидеть чтобы носить катюнечка все катюня решила с нами катюню зовут катюня между прочим кто не знал и мурчит катюнечка соскучилась сильно так раскладываем продолжаем делать наше дело 1 2 3 4 5 6 все идешь ну давай спасибо тебе большое что-то загадочная какая-то катюня посетила катюнь там морковка из сельдерей было ничего такого так ладно семь восемь девять сейчас все скинет не она воспитанная она просто понюхала там поизучала если там была какая-то еда которая ей нравится она помогла схавать а так там это не морковку сельдерей это не не по-катюнински хотя у меня катюня чечевицу ест загадочная она тоже такая минус тарелка ничего не минус все норм так продолжаем все мы готовы отвечать на ваши новые вопросики как я смешно выгляжу зато яркий яркий стримок у нас можно это на фиолетовый кстати я боюсь страшно да ты не бойся все будет нормально это все будет хорошо лэй кич лакич 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 здрасте приветствую вас хочу чтоб меня по погадаете ну так и вопрос задавайте и гадаем давайте давайте вопросы два номера от 1 до 18 мы гадаем а вам там выпадет банан и лопата какова судьба этого канала 618 давайте посмотрим значит 6 сейчас мы судьбу канала будем обозревать 6 и вот это последнее 18 итак смотрим дамы и господа о судьбу нашего канала открываем карта номер один короче этот канал это просто жемчужинка твича которую еще сложно найти этот канал на этом сраном твичовском дне но если вы нашли то вы попадаете в круговорот нереального креатива который вас засасывает страшная силой и вы такие вот так вот засасываетесь просто в этот канал ну что ну вы поняли да то есть что-то интересное нас ждет дальше на этот канал так вам жопу ярик что-то так однозначно так 711 стоит ли поступать на высшее образование смотрим и так 7 11 стоит ли поступать на высшее образование red rose спрашивает смотрим 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 да да сейчас однозначно время для того чтобы расцветать как цветочек и походу высшее образование у вас способствует таким вещам в принципе да да ответ да все будет чики-бам-бам-бам все будет хорошо так вопрос от лаки чая буду паттым богатым почему-то мне кажется что это так звучит его в 9 и 10 значит 9 будет ли лакич богатым странно никнейм связан с удачей то ты вечный бедный сейчас мы узнаем сейчас мы узнаем надо было унитаз нарисовать все-таки я рек видишь мы не это не догадались что нам понадобится так ну в общем то в общем то чтобы стать богатым вам надо найти короче ну я думаю судя по банану и вот этим вот анонимусом как бы увы но скорее всего ответ нет скорее всего нет нет скрытый банан вас ждет но так то да так то да покажи мое бессознательное 3 4 так это вот 3 4 скрытая бессознательная насморка показываем у вас скрытая боль там в вашем бессознательном вот это получается дверь ваше бессознательное мы там открываем а у вас там какие-то эти скрыто много боли в вашем бессознательном что вам там надо проработать какие-то эти травматичный опыт может быть там что-то такое в общем надо надо работать торгую бананами станешь богатым о кстати да прорвется ли плотина с победами команды b8 феврале 2022 года 18 открываем 18 8 смотрим прорвется ли плотина с победами команды b8 ну тут надо какое-то направление если какое-то они выберут правильное то да то очень у них там все прорвется у них так прорвется что просто это капец на мелкие кусочки у них там все может прорваться но все зависит от того вы выберут ли они правильное направление витя компас выпадает то есть надо еще это понять куда двигаться этой команде прорыв под угрозой идем по одному пути можно стать помощником например жириновского ходить с ним в баню и жизнь будет сладкой как бы да да так и будет снизятся ли цены на недвижимость боже какой серьезный вопрос я вообще-то тоже хочу это знать 2 и 5 ксеша ты это собираешься недвижимость покупать что ли сейчас посмотрим сейчас посмотрим снизится снизится ли цены на недвижимость мне аж страшно это уже пройденный этап сейчас только смотрю а ставки не играешь только смотришь интересно нет навсегда следила за ценами и не знаю где брать столько денег я вот уже не знаю где брать столько денег так ну тут даже хер знает судя по всему цены будут только расти цены на недвижимость будут такие что только реальные короли смогут себе позволить недвижимость я так это вам расшифрую то есть понимаете если вы прям это элита супер вип то да вы сможете купить себе недвижимость а пока нет короче снижение цен нам пока не видать пока нет пока нет из-за короны цены будут расти да это гениальная трактовка что-то вы верхний ряд не берете господа чем вам белый верхний ряд не нравится то нормальный ряд как стать богатым мне страшно это смотреть но я хочу посмотреть как стать богатым чтобы стать богатым вам надо найти короче я даже не знаю как это комментировать так хороший клип получился конечно ладно все закрываем закончится ли пандемия так сейчас узнаем закончится ли пандемия не ну рано или поздно она по-любому закончится эти очки они у меня как-то это падучие сильно надо назад на желтые менять 18-12 закончится ли пандемия так а карту 18 у нас ее уже взяли у нас 17 карты 18 уже нет это 17 у нас лежит ну значит 17 хорошо так смотрим закончится ли пандемия так ну вы сами просили нарисовать карту с лопатой вот что это вот что это вот куда это как это понять закончится ли пандемия я не знаю хер знает нет я думаю мы еще будем копать и копать еще еще потрачить на заводах еще будем но солнце но солнце солнце это меня радует в принципе какая-то надежда присутствует я не знаю это очень странные карты как для этого вопроса копайте солнце еще высоко да господа нет пандемия не закончится мы еще пока с вами терпилы выходите днем с лопатами завтра так это что за призыв осуждаем осуждаем днем закопаем пандемию блин ну сложно я даже не знаю как такое трактовать очень сложновато очень крайне сложновато так осталось еще 4 карты 13 14 15 16 да интересно лопата и солнце но мне понравилось больше всего про цены на недвижимость как мы открыли это вообще была топочка так может мне что-то спросить о давайте я спрошу Элис вот я как раз вот это и хотела спросить но я хотела спросить про количество зрителей типа будет ли у меня увеличиваться количество зрителей но это в принципе то же самое что и станет ли Алиса популярной 13 15 ошибка в выборе карты это не ошибка ну думаете нам бы тогда только солнце выпало без лопаты это значит что пандемия кончится наверное биткоин будет 500к будет это я тебе без карт скажу так 13 15 это у нас вопрос про станет ли Алиса популярной очень хороший вопрос меня тоже он интересует так ну Алиса это у нас киса это понятно да короче нет Алиса популярной не станет я всегда буду такой ламповой стримершей со дна твича судя по всему станет популярной после смерти отлично надо чтобы что-то во мне умерло чтобы я стала популярной хорошо что не могилка кстати да нам повезло вы хотите чтобы Алиса не была популярной я не поняла это в смысле вам повезло не понял почему когда я захотывала котик и череп он тебя преследует тупо ой так котик и череп гениально выкинь этот череп нет он должен присутствовать у нас должен быть баланс хорошего и плохого в наших картах так будет ли биткоин по 500к последние две карты смотрим будет ли биткоин по 500к очень крайне интересно смотрим 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 туда на 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 там будет биткоин по 500к но через некоторое время это еще должна пройти какая-то короче будет еще борьба еще ну короче биток надо чтобы он Ну, там же люди борются, а вот когда крипта победит банковскую систему, когда все люди перейдут, ну, большинство людей откажется от банков и будет пользоваться криптой, вот, и мы пройдем все вместе этот путь с вами долгий, вот тогда биточек будет по 500 кэсов, поняли? Ну, короче, это просто вопрос времени, короче, оно победит, судя по всему. Это ты слишком много смотрел того ютубера, пропитался темной энергетикой, кстати, да, кстати, да, поверни дорогу, это график стоимости, но нам дорога выпала вверх, график стоимости, вот, пожалуйста, график стоимости битка, но все-таки идет это вверх, динамика. Да, думаю, будет биточек в 500 кэсов, красота, конечно, красота. Алло, банан. Так, что, давайте еще кого-то нарисуем, хотите еще каких-нибудь карт подбавим в нашу, так сказать, игральную колоду? Смотрите, у нас уже какая жирная колода, о, какая. Мы сегодня молодцы, прям, смотрите, сколько мы сделали карт на стриме. Я еще, может, проору и их все заламинирую, и у нас будут вечные игрательные рафляные карты, которые мы тупо на стриме за это сделали. Раздавай, дурака. Давай расклад. Хорошо, даю расклад. Даю расклад. На добро. Так, сейчас я только очки поменяю, то что-то эти синие, они меня слегка, это я в них такая сразу, ну, что-то это, что-то плывет в голове от этих очечий. Так, эту надо как-то повернуть, чтобы оно вам в зеркало не херачило. Вот так вот, пусть за вебкой будет. Так, даем расклад, умопомрачительный. В дурака, наверное, тоже можно на этих картах, если еще больше нарисовать. Непонятно только, что козырь будет. Ну, классно, мне нравится, что их стало так много. Прям кайфец, прям такой конкретный у нас получается. Так, дайте, возвращаем циферки. Ну, я череп не убирала. У нас там и бананы, и череп, и лопата. Все участвуют. Теперь можно продавать их в Wildberries. Ну, одну-то, ну, только это же кастомная колода. Я же их от руки нарисовала. Нет, конечно, можно, но я не знаю. Надо вам такие карты. О, я не хочу продавать на Wildberries. Это надо там эти всякие ЭП, Хиропэ, там, учет, вот этот вот товарооборот. Это столько гемора. Не знаю даже. Так, раскладываем. Стример. Стримером надо продавать. Так, кому надо, высылаю колоду карт, которую мы нарисовали на этом стриме. Плюс еще карта унитаза. Ну, там, не знаю, давайте, сколько? Три косаря. И завтра иду на почту, высылаю вам эту коробочку, даже коробочку сделаю элитную, но без рубашки. Рубашку, это надо время потратить, сделать линогравюру какую-нибудь из чего-нибудь, там, из картошки, например. И отпечатать штампиком на каждую карту. А если закажете прямо сейчас, в течение вот ближайших пяти минут, то тогда у вас скидка, и мы вам высылаем эту колоду за 1500 рублей. Вот, все, вперед. Колода гениальная, нарисована прямо на стриме. Она вам ответит на любой вопрос, даже про банан. Вот, как бы, тупо все это. Все конкретно, честно. В подарок у нас идет коробочка, все DIY, все в прямом эфире, все это. Вы войдете в историю, так сказать. И будете обладать мощным предметом, который вам принесет удачу и вообще всяческие блага. Так, ладно, рекламная пауза закончилась. Так, все, без врослых, кто желает, 1500 рублей, и мы вам завтра, я иду на почту, высылаю вам эту колону. Так, пять, шесть. Я не гончар, я полгода не буду вам мозги делать. У меня почта под домом, я быстренько пошла, быстренько отправила. Все, будете себя гадать, нагадывать. А мы на следующем стриме нарисуем еще одну колоду. Может, с вариациями какими-нибудь. Так, 10, 11. Дэн Петрович, здравствуйте. Артефакт, так артефакт, да. Так, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Все, 18 карт. А, давайте я почитаю общее количество. 11, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 карты всего у нас в колоде на данный момент. Все, расклад сделан. Господа, можете задавать свои вопросики. Пишите в чат ваш вопрос и две цифры. Вот, мы будем вам делать расклад. Отвечаем на любые вопросы. Вот, касательно всего. Работы, личной жизни, курса биткоина. Там, как бы, всего, чего хотите. Так, пока вы думаете, я попробую на донат СРУ включить. Это же важно, да. О, а можно как НФТ загнать? Можно загнать их все как НФТ, если хотите. Могу заморочиться, сделать коллекцию. Так, извините, это я. Я тут ищу цыганку СРУ. Цыганка СРУ. О, получилось. Сейчас я попробую. Ставлю вам пока цыганку СРУ на донат. Так, давайте тестовый сделаем. Так, что вопросики не задаем? Думаете сильно, да? Задумались? Ну, получается, получилось. Получается, все получилось. Так, какие у меня есть таланты 6.13? Ждем пока дядя смерть. Он вытащит. Ой, блин. Сейчас, сейчас узнаем про таланты. Сейчас я еще раз на всякий случай сделаю. Да, прикол, конечно, прикол. Сейчас я хочу тестовое сделать. Че не показывается, не понимаю. А тут показывается, но без текста. Прикол какой-то, короче. Не могу донат настроить на стриме. Прикиньте, я лошара. Не могу понять, чем прикол. Так, подождите, мне просто важно. Это уже принцип какой-то. В чем смысл жизни? 7.18. Сейчас. О, я поняла. В свойствах галочку поставь. Сейчас я это... Сейчас. Подождите. Мне уже не смешно, короче, на самом деле. В свойствах галочку. Так. На разных сценах у доната отключить, когда не видим. И там, и там. О, спасибо большое. Не, ну с этой сцены я вообще убрала. Можно вообще эту сцену нахер убить, чтобы она нам это не делала. Тут мозг, да? Да. Все. Нет той сцены. Рип. Свойства. Отключить, когда не видим. И там, и там. Поставить галочку. Отключить, когда не видим. Все. Сделала так. Давайте я сейчас тестик. Я пущу все-таки. Прочайцы, галкозера. Были твои губы. Ну, слава богу, заработала. Хух. Ой. Вот. Стримишь, стримишь. Всю жизнь. Все равно, как лошара какая-то. Ладно, я извиняюсь, в общем, за такие эти. Это, конечно, это очень нехорошо. Спасибо большое, Ксюша. Вот. Оказывается, надо галочку ставить. Так, давайте вопросы начинаем. Так, 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 так. Так, какие у меня есть таланты, спрашивает наш господин осеменитель. Так вас и будем называть теперь. 6.13. Ну, вообще, по никнейму можно понять, какие таланты. Не знаю, зачем спрашивать. И так ясно. Так, и что? И 13. 13.13 это вот. Какие таланты? Смотрим таланты. Смотрим таланты. Так, талант донатить. Отлично. Так. И талант чилить на расслабоне. Все. Все. Два таланта. Чилить на расслабоне талант. Хорошие таланты, блин. Все четко, все четко. Все, супер. Вся жизнь в двух картинках. Да, да. Видите, карты не врут. Хорошие. Мы их от души нарисовали. Даже банан. 7.18. Значит, 7.18. В чем смысл жизни? Давайте спросим. Че? Махалай, махалай. Смысл жизни выбирай. Смотрим. Вот. Смысл жизни, дамы и господа. Сейчас важная информация в том, чтобы стать солнышком, которое светит, сияет и изнутри излучает просто свет своей души великолепный. Поняли? И таким образом несет надежду всем страждущим в этот мир. В общем, все. Вот он смысл. Смысл. Смысл жизни. Так, 1.17. На какую сферу в жизни сделать упор? Ну, вопрос такой с подвохом. Сейчас выпадет банан какой-нибудь. Блин, вот здесь сфера жизни. Это, конечно, будет жестко. Пролететь птицей и сгореть в лучах солнце. Это шо за пессимизм? Вот шо за пессимизм, Карл? Шо за хи... Вообще, нехорошо. Нехорошо так делать. Жду банан и стул. Кстати, мы нарисовали стул с пиками точенными на одной карте. Еще никому не выпал. Так, Ксюш, ну я надеюсь, это будешь не ты первая, кому выпадет стул с пиками. Так, один мы взяли. Теперь берем 17. Голубь это духовное знание. Хорошо жить в этом мире и обрести духовное знание. Ну, это идеал, конечно. Так. На какую сферу жизни сделать упор? Значит, это... Порхай, как бабочка. Жаль, как змея. Шо я могу сказать? Сделать упор надо на вот это вот, на второй аспект. Жалить, как змея. Надо, в общем, безжалостно. Шо-то... Как вам надо там это? С терапевтом проработать какие-то эти темы по личным границам. И всех, кто вот этих вот, надо их это... Так. Ну, в общем, вы поняли, я думаю, да? Сделать упор на бананы. Интересное, интересное такое. Смогу ли я найти вторую половинку? 5-12. 5-12, 5-5. Открываем. 5-5. Открываем. 12. Какой у тебя диагноз? Мне его тоже интересно. Ну, я ходила когда-то к психоаналитику, тупо без диагноза. Просто приходишь, начинаешь чушь нести, а тебя кто-то слушает, что-то записывает. Так прикольно чисто поржать. Так. Смогу ли я найти вторую половинку, дядя спрашивает. Так. Это как на стриме, только ты платишь за это, и у тебя один зритель. Но очень внимательный. Так. Вторую половинку, да. Скорее всего, вам надо приобрести недвижимость какую-то. У вас должна быть крепость, куда эта вторая половинка, так сказать, придет, появится. И будет у вас там ходить, как королева, в общем. Ну, в общем, поведется на недвижимость какая-то у вас там, это, барыня, боярыня. Замок надо купить. Такое, такое. Ну, будет, будет. Это однозначно да. Однозначно да. Однозначно это да. Замок надо купить. И королевишна прибежит сама сразу в этот замок вас там замолаживать всячески. Ну, прикольно вообще в целом получается. Хорошо, что не череп. Кстати, смотри, динамика улучшилась. Наконец-то тень не выпадает. Череп это выпадет ей, если бы она загадала. То есть там какой должен быть расклад? Он должен построить замок. Там это она придет, как такая королевишна. И потом это дождется, и ей отпишут наследство. Такая схематория. Почему нет? Почему и нет? Так, а это у нас тут неудачная лопата, кстати. Что делать с врагами? Господи, Ярик, у тебя есть какие-то враги? Какие у тебя могут быть враги? Я не понимаю вообще. Золотой души человек. Какие могут быть враги? Вообще я не понимаю. Так, сейчас открываем карты номер 3.15. Будем рассматривать, какие враги у Яриков. Там должны быть какие-то бананы. Я не знаю. Какие зубки красивенькие. Серьезно? То есть, из всего, что вы видите сейчас на экране, вас заинтересовали только зубы? Вам, может, это... Я не знаю. Может, вы стоматолог? Так, хорошо. Давайте. Осеменил кого-то, не того. Ну, как вариант. Так, 3.15. Кстати, что-то я с тобой не поздоровалась, Донецкий ветер. Привет. Что-то я не заметила. У нас тут такой этот бурный стрим происходит, что я даже не замечаю, как изменения происходят в нём. Так, карта 3. Карта 15. 15, 15, сюда. 15, иди сюда. А вы, деточка, пессимист. Я реалистка. Пока затяжная депрессия, тревожное расстройство, но это первичный только. Жёстко. Ксюша, очень жёстко. Тревожное расстройство, это очень жёстко. Мы желаем, чтобы у вас всё наладилось, чтобы было больше оптимизма у вас вообще во всех сферах. Чтобы всё было хорошо. Я думаю, всё будет ток. Так. Рекуррентное депрессивное расстройство. Господи, ну я хотя бы вам чем-то помогаю, господа. Вот, вы меня смотрите, а у вас хоть что-то на душе теплее становится? Я не знаю, мне как-то страшно уже становится. Так, что за вопрос? Сейчас я ещё раз перечитаю. Что делать с врагами? Что делать с врагами? Смотрим. Так, ну однозначно. Тут понятно. No comments просто. Херачьте их, прям это. Так сказать, врагов надо валить до состояния закапывания лопатой. Осуждаем, если что, как бы, и это, и всё. И радоваться чуду. Мне вообще охеренно. Тупа чил, тупа кайф. Спасибо большое. От души, братан. Спасибо. Так, в общем, Ярик, что делать с врагами? Я надеюсь, ты понял. Всё. Удар лопатой и звёздочки. Да, кстати, тоже хороший, Верик. В общем, Ярик, купи лопату. Хорошая вещь, в хозяйстве пригодится. Удар лопатой и звёздочки. Интересная комбинация, кстати, да. О, так, надо, наверное, пойти заварить дохунпао. Чё-то я вот пью этот тегуань ин, мы сегодня пьём, я от него какая-то это... Сильно расслабленная становлюсь. Нехорошо это, может, это как-то там... Не знаю, в какие-то спокойные дни надо выпивать. Не на стриме, в общем. Для стримов, пока я выяснила, лучше всего дохунпао. Ну, вообще, у меня тут ещё компотик есть. Италии, кастались. Пуэра нет? Есть пуэр, но я его, когда выпиваю в вечернее время, меня потом штормит, и я ещё до 8 утра втыкаю. Так что нет, пуэр, наверное, нет. Лучше не будем употреблять. Тоже на стриме. Ну, есть смола пуэра, вот та маленькая. Мы с вами как-то заваривали на одном стриме. Очень классно пошло. У неё фляга свистит от пуэра. Да, у меня она, в принципе, и без пуэра слегка под это. Я себя адекватно оценила. Так, остались карты. 2, 4, 8, 9, 10, 11. Пожалуйста, господа. Давайте, что вас волнует, что интересует? Всю правду разложим. Вот свистывает и надо так. Парам-парам-пам. Фить! Ну, типа, как-то так. А есть варик врагов жалеть. Так, стоит ли жалеть врагов? Давайте разберёмся вместе. 9, 9, 16. Есть ли варианты жалеть своих врагов? То есть, вы хотите сказать, вы реально не видите, что тут нарисовано? У меня иногда такое впечатление, что вы прям подглядываете, что там может быть нарисовано, как будто они у вас прозрачные слегка. И вы, типа, это специально так загадываете. Лопаты на врагов там. Так, вариант. Пожалеть ваших врагов. Есть только в случае, если... Ну, если они прикинутся, что они ваши друзья. Всё. Вот. То есть, ваши враги могут одевать масочку того, что они и не враги, в общем-то. И тогда их может пронести. Ха-ха-ха. Вот такая тема, такая тема. Меченые карты. Ну, они уже нормально. Тут уже почти на всех картах такой этот... Получается какой-то... Тёмные пятнышки такие какие-то непонятные. Уже они при этом... К рукам привыкают. Уже такие становятся, как полноценная колода. Встречу Илья Элис в реале. 2, 11. Врагам повезёт, если ты их не узнаешь. О, вот это гениально. Вот это гениально. Встречу я Элис в реале или нет? Так, 11 и 2. 11 и 2. Так, вот это 2, это 11. Смотрим, встретите ли вы Элис в реале. Ммм. Ха-ха-ха. Ну, я тут даже... Я тут даже не знаю. Ну, в принципе, вы встретите. Но, как бы... И сразу умрёте или что? Я не понимаю. После смерти, короче. Может быть, после моей смерти. Может, я умру, и вы тогда на моей могилку придёте и встретите. Хер знают. Любовь до гроба с Алисой. Кстати, тоже хорош. Смертельная встреча. Увидел Алису в толпе и тупо сразу от инсульта хрякнул. Жёстко. Осуждаем, если что. Так. Капец. Вот это прикол, конечно. Ну, то есть вы хотите сказать, что это не спланированные карты только что, да? То есть оно типа само по себе появляется. Ржу не могу. Смертельная встреча. Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Это прикол. Это прикол-прикол десный. Так. 10, 14, 8. Есть ещё варик, что папа Алисы ёпнет его. Кстати, да. Да. Почему урок? Это уже не смешно. Нормально всё будет. Просто, скорее всего, когда вы меня встретите в реале, ваша любовь ко мне резко умрёт. Потому что вы поймёте, что в реале я не такая, как на стримах, а унылая, как бы и не очень. Вот. И всё. Папа строгий. Ну, как бы так, в меру. Суеты и навести охоту. Ну, спрашивайте вопрос какой-то за суету сейчас. Разложим вам за всю суету. За всю хурму, так сказать. Я понял логику. Если я полечу к тебе, то получится груб. Хер знает. Не могу комментировать такое. Не могу комментировать предыдущие годы. А, то есть у тебя есть какая-то схема построения вопросов, и ты начал понимать, к чему это ведёт. Интересно, понятно. Ой. Ну, конечно, оригинальные. У нас оригинальные сегодня гадания. Так, четыре карты. Кто забирает? Вы видите, что там нарисовано? Я не понимаю, как у нас так? Весь стрим один и тот же вопрос. Ну, вот вам и выпадает постоянно могилка, да? О, давайте спросим, станет ли Александр известным. О, Катюнь пришла. Катюнь, кс-кс-кс-кс. Иди к нам, будешь мурчать? Снова микрофончик. Катюнь, идёшь? Что-то передумала. Что-то она там... Это какая-то тревожная котюнка. Лучше уже не будет? Или нужно ещё потерпеть? Вот как бы вопросы или-или лучше так не задавайте. Как-то однозначно спросите, будет ли лучше? Или спросите, может, надо ещё потерпеть? Катюнь, а что ты там пошибуршнула? Катюнь, а что ты шибуршишь? Ты чё себя плохо ведёшь? А ну давай, стри. Денчик, Катюня говорит тебе привет! Катюнь, ты хоть мяукни. Ух ты, кусяка. Ну всё, иди. И так, нужно ещё потерпеть. У нас вопрос. Вопросик про терпение. Нужно ещё потерпеть. Сейчас узнаю. 8-10. Берём карту номер. Вот где? Ой, спасибо большое. Денчик подписался сразу сходу. Вот это вообще мощно. Так, и 10. 8-10. Да, нужно ещё потерпеть. Что-то шерсть не попала тут. Нужно ещё терпеть, нужно сражаться. Видите, у вас меч. Нужно это, выдержать всю, так сказать, боль жизни терпилы. Надо, надо ещё потерпеть. Надо потерпеть, да. Как правильно обращаться с людьми, которые любят терпеть? Мечом в глаз. Так, 4-14. Как надо правильно обращаться с людьми, которые любят терпеть? Катюня кусается? Агрессивные припадки бывают? Типа, нападает и кусь-кусь. Нет, у неё бывает, ей не нравится, когда её трогают. Тогда она вот так вот себя ведёт. Ей бывает игровое настроение, когда она так слегка это себя ведёт. А прям припадков нет. Бывает, убегает, типа. И приходится её ловить. Так, как правильно обращаться с людьми, которые любят терпеть? Смотрим. Вот эти котики, которые любят терпеть. Ой. Ну, жечь надо их нещадно. Жечь им пукан. Таким людям, чтобы их не это терпение. То есть, таким людям надо их не терплячку вот эту вот жечь полностью. То есть, доводить их до какого-то кризиса терпения, чтобы они наконец-то осознали, что не стоит терпеть. Вот. Походу, как-то так. Так. Жаркая киска, да. Так что, будем ли дорисовать какие-то новые картишки к следующему раскладику? До сих пор ни разу не выпал наш гениальный стул с пиками, который я так любовно нарисовала. Мне очень жаль, что он не выпадает. Жги терпил. Они все равно не горят, как рукописи, да? В общем, делать, что считаешь нужным. Но, походу, я так понимаю. Да? Да? Так. Если у вас какие-то пожелания по новым карточкам, хотите какой-то новой символики дорисовать. Кстати, котик спорная карта. Так он как-то всегда странно выпадает. Так, я готова, если что. Сварила компотик, добавила мандаринку. Теперь чуть-чуть горчит, но в целом вкусно. А-ля такой намек на глинтвейн получился. Адекватные вопросы кончились. Тогда давайте неадекватные вопросы. Начинаем расклад на неадекватные вопросы. Так. Про анонизм был хороший вопрос. Да, я помню. Ответ про то, что надо это делать дома, тоже был гениальным, на самом деле. Так, может, еще что дорисуем? Я вот думаю, что еще можно дорисовать такого интересного. О, я сейчас попробую найти. У меня там где-то был целый плакат таких рисуночков. Но они были типа на какую-то магическую тематику. Мы сейчас там посмотрим, может быть, что там и найдем поотходящим. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Так Чтобы петушка было Так, смотрите, вот это я когда-то рисовала такое Мне надо было на продажу И вот тут, в принципе, по нашей теме мы можем что-нибудь взять Вот, например, смотрите, ключ хороший символ Че там еще? Че еще? Змея есть Череп есть Даже вот такой портал у нас есть Ну, короче, однозначно можно нарисовать ключик Ножницы тоже хорошо Че-то отрезать, типа, надо Котел вот есть еще, ведьминский Да Что-то как-то у нас это с фантазией плохо Почему там два черепа? Ну, видимо, не разобралось, какой у меня больше получился Угарный стрим Спасибо большое, Ярослав, спасибо за все донатики Петушка не хватает Ну, у нас есть голубь с веточкой Он там хорошо выпадал С бананом Когда у нас спросили Стану ли я геем Серьезный вопрос был Так, ключик можно нарисовать, кстати Да, давайте подрисуем еще Так, я напоминаю, что мы все еще можем выслать вам эту колоду Если хотите Замкосарь 500 Сегодня, по скидке Слушай, у тебя время как в МСК или как в Киеве? Время как в МСК Так Я спать Всем доброй ночи Пока, Red Rose Так, сколько мы уже стримим? Ого, мы три часа гадаем Ни хера себе Ни хера себе Что, так быстро время пролетает, когда гадаешь? Удивительно Я думала, мы максимум там стримим Ну, час, ну, полтора Капец Вот это прикол Может, я какую-то это Во временную петлю попала Какую-то Не поняла Девять зрителей Все, все пошли спать Так, а сколько? Ага, час ночи Просто 1,11 Понятно Так, ну, отлично Пока у вас вопросов нету Духов будем призывать Давайте Какого-нибудь призовем Например, с вами Дух адекватности Очень не хватает в этом году нам Духа адекватности Давайте призовем Так, вот такое Сделала Скругляшончик На краях Не, ну, колонна Получилась, конечно Топчик Я довольна Тоже пойду Большое спасибо за стрим Так, отлично Если сейчас нам не получится Новых адептов В нашу секту Завлечь То тогда пойдем В геншине Потусим немножко И тоже спать Обкинемся Посмотрим Придут ли к нам Новые Жертвы Пиара Ну, ябка здесь Не, ну ты, дядь Я понимаю Ты это серьезно Настроен вообще По жизни Я так поняла Так Где мой маркер Вот Итак, сколько у нас там есть карт Вообще Сколько в целом Надо сделать карт Я не знаю У нас уже получилась Такая приличная Это Ну, я рада, что у нас Биткоины есть В коллекции Хорошая О, кстати Мы можем На самом деле Нарисовать рубашку Карт Если всем Уже похер Вот То я могу Начать развлекаться Как мне нравится Правда же Почему нет Только вот Не знаю я Как ее Печатать Надо вот Будет подумать Насчет рубашки Как ее правильно Сделать Так Мы Хотели Нарисовать Ключик Ключик От Всех Дверей Шо, дядя Если сейчас Не будет Желающих Гадать Пойдем На Геовиша По с тобой Тусить Тупо Тупо Тусить На Геовишапе Мне Погадай Квазар А вопросики На бабки На жену На судьбу Дорогу дальнюю Да Так Хорошо Так Ну давайте Все-таки Ключик Нарисуем Мы его Добавим В нашу колоду Мы, кстати Все карты Сегодня нарисовали На стриме Чтобы вы понимали У нас У нас вообще Тут топчик Гадания Так Мы Вот такой Вот Волшебный Ключик Рисуем И это Будет Такой Ключ От Всех Дверей Короче Вот Кому Кому Выпадет Тому Значит Это Повезет Ключ Из Гарри Поттера Ну не знаю Из кого Но в общем Это такой У нас Будет Символ Открытия Добавим В колоду Пусть будет Новая карта Новая карта Хорошо Так Сколько Это у нас Уже Получается 35 карт В колоде Лишь Такое Заколдованный Три линии На руке Так Что за Три линии На руке Не понял Так По ходу Пьесы Можно думать Каких Еще Хотите Карт Квазар Го Гадать Го Делаем Раскладку И погнали Все вперед Так Ножницы Ножницы Кстати Тоже Можно Нарисовать Так Делаем Наш Расклад Господа Надо Задавать Вопрос И Выбирать Две Цифры Две Карты От Одного До Восемнадцати Две Цифры И Мы И Мы Вам Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Баки И Жена А Что Значит Баки Сейчас Откроем Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Что такое Баки А Бабки И Жена В одном Вопросе Может Давай Сначала Спросим Про Бабки А потом Про Жену Или Хотя Бы Две Цифры Выбери Одна Будет Бабки Другая Жена Так Цифра Семнадцать Окей Что Будет Если Я Останусь Не Скажу Где Зачем Тебя Жена Если Есть Бабки Подъехали Серьезные Философские Эти Привет Валерий Я Не помню Видела Я Сегодня На Стрим Или Нет Так Насчет Бабок И Жены Уточните Пожалуйста Про Бабки Цифра Семнадцать Так Хорошо Бабки Цифра Семнадцать Смотрим Слушаем Ну С бабками Сложновато Бабки Будут Без Жены Короче Да Я Уже Сходил Поспал Поняла По Бабкам Пролет Смотрим Жену Пятнадцать Ой Так Пятнадцать Это Получается Шесть Ну Жена Это Как бы Че Она Где-то Там Улетает Пока В Облаках Ангельская Личность Какая-то Возможно Я не понимаю Она у вас Есть Или нет Короче По Бабкам Какая-то Это Херня Что-то У вас Не Все В порядке На самом Деле Нет Денег Нет Жены Короче Ну Это Более Точные Вопросы Может Быть И Попробуйте Может Быть Ваша Жена Еще На Подлете К вам Если Ее Нет Так Сказать Так Теперь Давайте На Вопросе Ксюши Ответим Что Будет Если Я Останусь 118 118 Смотрим Итак Открываем Вот Как Это Объяснять Котик И Дорога Если Ты Останешься То Все Котики Уйдут От Тебя Или Что Что Это Так Или Какой То Котик Должен Уйти Я Не Знаю Тебе Это О Чем То Говорит Если Ты Останешься Котики Уйдут Ну В общем Какие То Котики Отправятся В Какое То Путешествие Я Не Знаю Может Быть Это Ты Котик И Ты Должна Уйти Подумай Как Тебе Это Подсказывает Разум На самом деле Вы Когда Спрашиваете Вопросы У вас В голове Уже Есть Ответ Которого Вы Ждете Вот Это Как раз Таки То Чего Вы Хотите На самом деле Может Быть Котики Придут Может Котики Наоборот Придут Да Тут Конечно Многогранная Трактовка Так Овлбриз А цифры Карт А цифры Карт Найду Ли Я Себе Жену Давай Карты Нажимай Выбирай Там же Указано Направление На дороге Направление На дороге Это Оно Не к себе Оно От себя То есть Видите Шаги И они Удаляются Как бы Они Идут По дороге Вперед Я так Понимаю А вам Как кажется Жди Котика Короче В общем Ожидайте Ваш звонок Очень важен Для нас Найду Ли Я Свободу 4 11 Сейчас Смотрим Ага Овл Уточнил Вопрос Сейчас Будем Ему Отвечать Найду Ли Я Свободу Может Да Может Нет Может Не Найдешь Может Найдешь Тут Тут Я Не знаю Я Не знаю Короче Смерть Безупречная Свобода Ну так Получается Да Освобождение Смерти Осуждаем Если что Ну в общем Вы поняли Свобода Нам Только Снится 3 14 Найду Ли Я себе Жену Правильно Такой Вопрос Был 3 16 Вернее 3 И Вот Она 16 Так Вот Она Походу Жена Цветочек Ну да Да Вот Будешь В таком Спокойном Состоянии Медитативном Там Такой Весь Это И Найдется Найдется Женушка По-любому Все Будет нормально Тут Страшные Вопросы Задавать Да У нас Картишки Мы серьезные Нарисовали Так что Да Жена Найдется Когда Будешь Себя Чувствовать Вот Как Этот Месяц На небе Удовлетворенно Хорошо Ну тут Ради норм Да Все Хорошо Будет Вот Она Как Цветочек У вас Найдется Расцветет Так Сказать Все Будет Окей Какие Карты Шикарные Получились Я Довольна Что Боитесь Переживаете Сорвешь Ее Как Аленький Цветочек Типа Получается Типа 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 Сорвешь Ее Аленький Цветочек Перестану Перестану Ли я Играть В геншин Конечно Перестанешь Рано Или поздно Дядь Нельзя же Играть В одну Игру Вечно Блин Что В этой Футболке Мне кажется Я такая Типа Плечистая Какая Сложно Себя Воспринимать 8 19 А 8 9 Да Правильно Все 8 9 Да Как Рама Да Да Я же Про это И переживала Но Зато По Колористике Прикольно Такой Голубой Желтенький Красиво Так Перестану Ли я Играть В геншин Ну Пока Что В ближайшее Время Нет Вы Будете Продолжать Плыть На Этом Корабле Геншинов Дальше Вперед К Новым Подбедам И у Вас Будет Продолжаться Геншин Ска Это Сражение В Геншинах Спокойной Ночи Пойду Ждать Котиков Давай Ксюша Спасибо Тебе Большое За Интересные Вопросы Теперь Мы Знаем Больше Но Мы Надеемся Что У Тебя Все Будет Хорошо По Всем Вопросам Все Желаем Сладких Снов Все Котики Желают Блин Мой Котик Уже Пошел Но Нам Сегодня Помурчала Катюня Так Дарт Вейдер К нам Пришел Че Дарт Вейдер Давайте Расклад На Судьбу Тяжелую Или Легкую Там Как Получится Или Он Уже Вышел В шоке С моей Рамы Давай Давай Вопрос Задала На Этот Год Цифру Цифру Лучше Две У нас Осталось Два Пять Шесть Семь Десять Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Вопрос Какой Какой Вопрос Мне Тоже Интересно Какой У тебя Будет Вопрос Вот У нас Все Карты Которые Остались Перед Тобой Так Сказать На Экране Вот Так Что Задавай Вопрос И мы Тебе Это Всю Судьбу Откроем Я Отвечаю Думает Смотрите Как Я Эта Челика Нагрузила Куплю Ли Я В Этом Году Недвижимость Так Ну Давай Теперь Карту Выбирай Карту Выбирай Какую Карту Будем Тянуть Могила Это Недвижимость Нет Могила Это Земельный Участок Пусть Будет На Фарт 7 Так Купит Ли У нас Дарт Вейдер Земельный Участок Да Однозначно У вас Выпадает Бриллиантик Это Скорее всего Однозначно Да Купите Хорошую Недвижимость Будете Довольны Своей Покупкой По идее Все должно Быть Охуенно Да Вот Именно Так Все Должно Быть Четенько Подыщите Себя Хорошего Этого Риелтора Все Будет Ок Не Ну Можно Съехать В съемную Хату И в принципе Жить Без Родителей Тоже Нормально Это Вполне Нормально Если Нет Денег Прям На Покупку Можно Эту Ипотеку Но Я бы Не Хотела Дорогая Будет Ипотека Да Да Судя По Этой Карте Недвижимость Может Оказаться Очень Дорогой Если Съехать Я Хер Куплю Накоплю Платить За Аренду Но На самом Деле Когда Вы Начинаете Ну Когда Вы Немножко Освобождаете Себя От Вот Этих Вот Ну Угнетения Короче Родительского То Азия Начинает Получше Работать И Креативность И Там Всякие Можно Получше Себя Чувствовать И Больше Энергии И Больше Действий Можно Совершать Так Что Может Это И Не Так Плохо Если Жизнь После Смерти Дядя Конечно Есть Так 10 Где У нас 10 И 14 Открываем 10 14 Да Есть Жизнь После Смерти Вы Когда Умираете Вам Дают Новое Тело По Заслугам Будете Лениться И Кушать Лежать Нихера Не Делайте Станьте В следующей Жизни Котиком Все Желания Удовлетворяются И Смерть Это Последний Экзамен Так Сказать И Вы О чем Думаете Такое Вам Тело И Дают Так Что Желательно В момент Смерти Думать О чем Нибудь Возвышенном Духовном И Всячески Так Сказать Преодолевать Новое Тело Да В подарок Дают Клевер Так Сказать Скажут Ну Этот квестик Вы Прошли Вот Вам Так Сказать Этот Награда Идите Дальше Фармте Нет Такой Карты У нас Нет Если Что Мы Осуждаем Этот квест Вы Прошли Бай Бай Да Начинайте Новый Да Так Какие У вас Еще Есть Нерешенные Вопросы Смотрим О Давайте Все Таки Спросим Станет Ли Мой Знакомый Александр Успешным Стримером Чувак Меньше Недели Стримит Насколько Я знаю Хотя Не Может Уже Исполнила Ему Неделька Свеже Вылупившиеся Так Сказать Стример Вот Очень Мне Интересно Станет Ли Он Какой То У него Будет Вообще Прогресс В Жизни У Александра В Плане Стример Деятельности Давайте Выберем Карты Какие Ну 5-6 Пусть Будет 5-6 Типа Рядом Лежат Посмотрим 5-6 Я Собственно Гадаем Так Смотрим Станет Мы В любом Случае Сейчас Откроем Эти Карты Смотрим Станет Ли Александр Успешным Стримером Ну Ему Конечно Надо Это Надо Что-то Из Себя Такое Серьезное Надо Чем-то Удивить Надо Конечно Это Больше Мощности Тогда Может Чудо Произойдет Да Надо Много Энергии Потратить Тогда Может Быть Станет Звездная Угроза Ну Короче Шанс Есть Если Будет Он Очень Это Преодолеет Все Там Вот Эти Вот Штучки Которые Мешают Стринить То Может Быть Станет Так Что В принципе Там Есть Шанс Так Ну Что Закругляемся Или Еще Б Родолжаем Сегодня Гадательный Стрин Или Пойдем В этот В геншин Это Страдать Денчик У тебя Там Все Нормально Ты Там Что На Каких То Эти На Забеге Не Понимаю О Чем Ты Не Я Искренне Так Станет По-любому Я В него Верю Задание Было Тебе Кто-то Дал Задание Прийти Ко Мне В чат И Такое Написать Или Че Че За Задание Геншин Кумарит Мне Нравится Геншин Там Прикольно Штучка В штанах Ну Нет У меня Штучки В штанах Сейчас Я Конечно Перепроверю Не Никаких Штучек Нету Жаль Это Не У тебя Я Думала Вдруг Звездная Угроза Это Почти Как я Написала Шо Гадаем Дальше Пока Не Переходим В Геншин Найду Ли Девочку С Рекламой Которая Находится В 300 Метрах От Меня Господи Блин 2 12 Так Давайте 2 12 И Остается Последняя Карта У нас На Баду Что Ли Да Змея Подколодная Может Оттуда Вылезти Может Вылезти Оттуда Такая Змея И Это И вас Задушить Конкретно Удушием Своим Так что Я не знаю Как бы Даже Стоит ли Но Девочку Вы Найдете В Этом Замечательном Этом Портале Хироты Так что Ну Такое Как бы Опасная Змея Не Пойду Туда Надо Тебе Куда-то Сходить И Подушить Питона Вот Что Карты Говорят Тогда Это Желание Пройдет Что За Реклама Вот Мне Тоже Интересно Так Осталась Последняя Карта Номер 13 Все Боятся Брать Вау Дарт Вейдер Решил Все Таки Это Серьезный Контент Будем Смотреть Да Моё Жене Спасибо Огромное Ого Мы Гадаем Да Мун Герл Айрин Мы Сегодня Гадаем Мы Причем Карты Сами Сделали Сами Погадали Сами Карты Нарисовали Прям На Стриме У нас Есть Классная Тут Одна Карта А Не 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 Вижу Ее Пока Ну В общем Там Есть Карта Опасная Со Стулом Мы Нарисовали Ну Много Тут Всяких Интересных Карты Вот Мы Там Сейчас Я Пока Уберу Циферки Готовьте Вопросики Будем Гадать О Последняя Карта Была Классная Голубка Тут Так Вот У нас Всякие Карты Раз Два Три Все Сами Нарисовали На стриме Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Двенадцать Четвернадцать Двенадцать Шестнадцать Семнадцать 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 О Вот Она Двенадцать Вот Это Топчик Карта Просто Двадцать Двадцать Один Двадцать Два Двадцать 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 3 3 4 35 карт хотите можем еще дорисовать каких-нибудь картишек если есть у вас эти интересные идейки чем можно нарисовать а ножницы кстати хотела нарисовать типа отрезать надо все плохое давайте нарисуем ножнички добавим в колоду 36 будет карта так жену нарисуй самый популярный вопрос так мы можно какую-нибудь эту сиськи тупо нарисовать но за это могут забанить можно просто платьишко типа жена так же хотел нарисовать ножнички ножнички на весом какой-то блин секатор получается ну ладно в общем пусть будет такие ножницы лучше не надо страшно стало что выпадет вместе с могилой или каким-нибудь там черепом до карты у нас тут конечно да очень разнообразные вот такие ножнички нарисовали добавим в колоду ножницы так что делаем раскладик на я короче ничего спрашивать не ну все тогда значит по ходу последний расклад и все и все же никто не особо не хочет спрашивать значит уже мы это полностью нас на спрашивали так но жену надо придумать я буду мне страшно уже надо стул с бананами нарисовать тупо стул на банане ножницы банан это будет гениал но я банан не хотела добавлять в эту колоду это странная идея но в общем ярик настаивал мы нарисовали банан и так давайте раскладывать наши карты вперед начинаем карта номер раз два три четыре пять шесть семь восемь так карта номер десять все готово злая жена швея кстати да может такое выпасть если змея и ножницы так ну шо все мулайн айрин если вы еще тут можно задавайте вопросе так я хочу спросить выпадет ли мне джун ли все таки а что ждет в будущем алису давайте спросим 9 и 6 даже не знаю что спросить так что ждет в будущем алису давайте узнаем 9 и 6 смотрим надо год какой да мы просто будущее размытое будущее короче но я бы хотела это трактовать так что алиса отрежет весь негатив из своей жизни вот так вот чик 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 и все будет ок будем надеяться что это так выпадет ли мне копье на джун али давайте посмотрим агномер карты как шо выбирать то что так сказать выбрать ножницы в розетку да тоже хорошо это значит плохой день для стрижки да я не стригусь особо так номер 3 а вот 3 так выпадет ли мне копье на джун али ну да вот она выпала чё конечно меч но у нас в колоде больше оружия нет если чё так что вполне может выпасть но вероятность все есть конечно мы со стопроцентной гарантией вам не можем сказать но вот она выпала в принципе уже выпадает дубни на переговоры да не ну по вашему усмотрению но в целом можно две карты за вопрос до задавать так интереснее трактовать когда какая-то пара может выпасть в общем может выпасть реально найдет ли меня любовь в 2022 году 1 и 2 смотрим смотрим на вашу любовь да она вас найдет вы будете прям такой король полный любви и она вас это закрутит в своем диком обороте любви обилия вот это стрёмная карта на самом деле засосет вас короче полностью вам пипец но вы будете чувствовать себя прекрасно короче вам понравится я думаю что-то будет что-то будет однозначно можешь меня просто и рэн назвать хорошо спасибо будем стараться черная дыра любовная за сосеток вот так вот не но это к лучшему это всегда приятно когда кто-то поделает вам да выпадет ли элис джун ли в геншине 1810 давайте узнаем 18 и 10 смотрим выпадет ли мне джун ли в геншине крылышки это хорошо ну хер знает скорее всего не выпадет я так понимаю не выпадет нет у тебя всегда эта карта попадается я не знаю с чем это связано на самом деле выпадет чичи о кстати это интересная трактовка да кто-то выпадет короче точно кто-то по любасу выпадет так слушаю дальше ваши запросы вопросы вопросы запросы туруруру туруру 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 так вот мне интересно пики точеные то есть наконец-то в этом раскладе или нет ну ладно я не буду смотреть не хочу знать пусть будет прикол так что-то может мне что-то спросить интересно я хочу спросить получится ли у меня а у нас там есть карта стул с пиками точеными одна но я не знаю она сейчас есть раскладе или нет так я хочу спросить получится ли у меня а весь февраль стримить каждый день как январь хороший вопрос что так и карту номер пятнадцать я выбираю да получится наверно смотрите какая жемчужинка или или у нас есть карта банан вот значит что жемчужинка выпадает скорее всего у меня получится стримить каждый день хороший знак да у меня вы почти постоянно выпадает жемчужинка очень странно как то что это значит я не понимала но это точно что-то хорошее со дна морского это классно жемчужинка это мне очень очень по душе будет ли у меня в этом году новый грэвел байк грэвел байк что это такое грэвел байк подождите мне интересно ты хочешь это купить интересненько это транспорт давайте начнем с этого сейчас я открою оперу хочу посмотреть что это такое это какой-то велик прикольный лисопед хорошо давайте смотрим будет ли у меня в этом году новый лисопед получается 4 и 13 4 так куда двигаться вот 13 4 и 13 да да может даже кто-то подарит смотрите подарочек будет по-любому сам себе может подаришь новый лисопед стри какие хорошие карты вай нот по-любому все будет замечательно подарят ночью нет у нас эти звезды это типа чудо такое знаете такое типа искорки счастье подарок судьбы про что алиса выпустит следующий видос на ютюбе на каком канале хочу спросить 5.11 а на книжном канале я буду выпускать когда читаю про книжку к себе нежно так 5.11 и 11 берем смотрим у да через некоторое время алиса выпустит какой-то видос про банан как тебе такое Илон Маск привет всем забей хрен угадаешь ну у нас в принципе такие карты и выпали у нас банан просто это ор конечно это что-то с чем-то неужели у меня следующий видосик будет про банан я в шоке так бег 5.5.5 задавайте вопрос выбирайте карту остались карты 7.8.12.14.16.17 настало время банана да о кстати настало время банана сейчас я схожу за бананом в шоке Продолжение следует... 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 пики ни разу не выпали вот реально со времени сколько и когда мы их нарисовали уже сколько расклада 3 прошло может даже 4 никому ни разу не выпали представляете давай я тут я промолчу так что ты промолчишь ты вопрос нам задай вопросы карту или вопросы две карты мы вытянем посмотрим чё тебя ждет так надо еще подумать какие еще можно новые карты нарисовать хорошенькие тогда не нужно так давайте это я спрошу вот этого бека его забанить или не и я нарисую хорошая интересная версия да принципе можно будет такой этот символ гармонии у нас картах я плохой не ну ты странный как бы давайте это узнаем что-нибудь про этого загадочного бека вообще давайте это вот пусть нам карта номер семь расскажет что-нибудь про этого зрителя вообще чтобы мы что-то про него поняли так а ну-ка смотрим так ты шо страдаешь там это у тебя депрессия как ты себя чувствуешь здесь какое-то расстройство держит это что угнетает что-то волнует что у тебя волнует что тебя заставляет грустить все же хорошо плохой мальчик да не он просто грустненький что-то это карты говорят я не знаю правда это или нет сейчас нам подтвердят может ли бы получить банда в этом чате кто угодно может получить бан но неважно так ну допустим это правда что-то нам не говорит так и что ему надо предпринять чтобы перестать грустить чтобы его это боль попустилась чтоб все норм стало и давайте выберем карту 16 посмотрим так ну нужна какая-то удача что-то должно хорошее произойти надо этот искать шанс случай не упускать возможность скорее всего ну или или так да или так если что осуждаем хорошее карты не врут не упускать возможность получить бану человек ничего плохого не писал за что ему бан так осталось две карты господа будете загадывать что-нибудь промах 20 процентов ну окей мы вообще не целились ты даже вопрос не задавал никакой мы тут сами за тебя додумали твои вопросы так последние две карты и наверное все закругляемся а то что-то сложно остановиться из вас добывать информацию значит уже все под утих энтузиазм получается так можно еще нарисовать последние карты чтобы у нас на следующий раз было прям это клевая колода кто заходит на стрим у нас осталось две карты в этом раскладе пишите вопросы пишите номер карты мы вам это откроем и посмотрим что там вот осталось карты 14 17 у нас на столе мам бозона подписалась спасибо или подписался не знаю а сирки большое так я вот думаю в геншин заходить после этого гадания или нет странно вот зрителей вроде 15 и все это всем фончиком что ли смотрят не понимаю так ну хорошо пока вы там это думаете можно в принципе новых карт нарисовать это да нам каких-нибудь еще я тут славиопаруш ну тебя все понятно все будет об и без гаданий ясно наполовину фончиком я поняла вас а так хорошо осталось выяснить кто остальные все вот эти 10 ботов нет так-то приятно 15 зрителей на стриме даже и не оффнишь уже три такая я в шоке давайте тогда спросим появятся ли у меня в следующем месяце ты собираешь молитвы с ивента там где надо каждый день заходить не собираем буду заходить сделали ли я себе септом на выбирай карту какую я хотела спросить появится ли у меня новые шейхи на стримах следующий месяц очень интересно 18 а мне тогда остается это 14 так насчет септума ну сделаете надо только студию хорошую найти прийти хорошую студию вот у нас кстати этот александр занимается может посоветовать мастера хорошего в вашем регионе я в замке я в домике может на дому сделаете даже но это точно да я считаю в следующем месяце это как-то насущно что такое септум насколько я знаю это прокол вот в этой перегородке когда вот сюда ты вставляют украшение вот такое но это очень красиво смотрится мне очень нравится такое обычно интересно но как-то влияет на насморк там лишит такое в общем да пойдете в студию модную и там судя по всему все сделаете все будет классненько так что там по шейхам я спрашивала вопрос насущно насущно ну в общем шейхи где-то куда-то они идут непонятно это они идут ко мне или от меня ну в общем в дороге видимо элис заценишь трек да давай одна стримерша показала как она сморкается с такой штукой в носу не знаю как развидеть дядьки дай куда-то я не знаю блин куда в личные сообщения на твиче кидая открою так все получается погадали мы на цель пока вопросов больше нет пока новый расклад не будем делать новый расклад а что-то как-то что-то это слабенько так как развидеть ашу страшное сморкание там с этой штукой или что так делать прислал да вижу дядя остеями открываем ссылку так это выключаем а Дорога. Дальняя. Ну, такой трек, конечно, погружающий. О, эксперты подъехали, смотрите, эксперты по трекам. Ну, интересно, атмосферу создает. Можно какой-нибудь вокал, если туда запустить. Может еще. Какой-нибудь грустный рэпчик типа. Это экспериментировал Лофа, неплохо. Что-то там такое. Ну, прикольно. Где там? Только на стриме у Алисы вам выпадет банан. Может быть за это дадут бан. Только с помощью бана можно освободиться от моих стримов. Так, короче, вы поняли. Можно какой-нибудь этот вокал на фон долбануть интересный. В принципе, будет так. Прикольно. Музыкальные критики. Музыкальные критики. Да, музыкальные критики. Это бич нашего времени. У нас, да. Поскольку вход в музыку, в индустрию стал очень легким. То есть, ну, каждый себя может скачать. Ну, фрутилупс там. Любой вообще. И по видосикам с этого, с ютапчика, можно легко научиться. Соответственно, можно быстро что-нибудь сделать. И всем рассказывать, что ты это супер-музыкант. Вот. Соответственно, и критики стали более у нас прошаренные. Такие же точно. Мой трек будем слушать? О, у меня, кстати, есть настолько грустный трек. Его надо слушать в 5 утра. Просто жесткач. Я начал сам тыкать в 2018 году. Давай. Так, сейчас открываем снова ВКонтакте. Сейчас будем искать мой трекан. Но он грустный. Это я для друга написала. Он, короче, в общем, предыстория трека. Мой знакомый хотел делать вечеринку. Ну, рейв в бункере, короче, подпольный. И постоянно мне писал кучу аудио сообщений, где он всячески сомневается вообще, как у него это получится. И, короче, он меня так заманал этими своими сомнениями, что я решила трек написать с его сообщений. Вот. Арил Рейв называется. 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 бы те времена да да именно эту прям рейт кислота и погнали все мне как-то вот реально вот я смотрю там консерве как каждая вторая тусовка все рейк вечерний рейк нюхомонный рейк и и так далее короче хотя если там залезть в википедию посмотреть может быть все это как бы и правда да у меня немножко другое понятие про рейк рейк для меня это конкретно выживание группы лиц во время воспроизведения музыки рейк для меня это конкретно выживание группы лиц во время воспроизведения музыки насчет рейк ну в общем вы поняли там короче вот такая угнетающий мотив с припевом который выходит в другую гармонику более мажорную такое короче это войс эмби да хер знает вообще что это что это вообще такое я не знаю так а еще я могу вам включить троллила еще до того как это стало мейнстримом я думаю надо альбом из альбом в душа писать тупо альбом все треканы с этим праву душа и выпустить альбом вот я уже про пиджак написала трек вот надо это что у вас там в крыму до сих пор и вы до подпольные постоянно что я еще вам могу показать еще у меня есть треки со стримов но как треки такие в каком-то году мы делали стрим по стрим по фэйл студию но я вот не знаю смогу ли я их найти вообще эти треки вконтакте не не найду наверное но в общем где-то они есть где-то они есть вот в этой вот в группе моей которую я раньше вела где-то они там сохранились эти вы серунчики ну ладно чук такое можно послушать интересно там еще диджей с винилами ну вот это из трека про рейв это был его голос этого диджея с винилами кстати это для фани написала ой да не грустноту сейчас какую-то включу ну нахер давайте вернемся к тому что у нас было начали на расслабоне так нормально так послушали мои эти работы музыкальные так что да у меня же кстати александр там задонатил голосовое сообщение сейчас пока ничего не пишу надо на комп установить эти программы все машин в первую очередь чтобы я снова это что-то делал потому что вот эти два трека которые вы послушали ну про душа и вот этот реал рейв они все в машин написаны вот надо установить александр мне донатил можно из его голосового написать кстати трека хорошая идея но он не популярный лучше уж праву душа там хотя бы хоть как-то пропиаришься так я вот думаю новые карты нарисовать нам или нет надо установить но как-нибудь установлю пока что-то это пока руки не доходят я вот стримлю каждый день это вообще для меня достижение на самом деле так или шо или в геншин переходим как у вас настроение плохо когда у стримера нет плана понимаете сидишь страдаешь хиротой не знаешь что бы как народ поразвлекать по всякому ну я думаю карты исчерпали себя но я рада что мы их нарисовали мы может быть мы будем каждое воскресенье гадательный стрим например делать а как вам такая идея вот там будет классно на самом деле так ну хорошо давайте тогда зайдем в геншин хотя бы поделаем какие-нибудь эти дейлики что-то полезное хотя бы произойдет то это вопросов вроде бы больше нема значит на всех удовлетворили значит вы можете выпадить череп еще раз а может выпасть кстати у нас на стримах может все итак давайте зайдем в геншинюс я тогда сливаюсь все давай пока давай левая все уходи брысь отсюда мы начинаем геншин с лавиопаруши официально выгоняю все заменяю нашу все поменяла на геншин а я сейчас зайду вот кто-то левая то кто-то заходит кто-то теряет кто-то находит все просто так давайте продублируем эту сцену и сделаем теперь наоборот игра будет теперь большая а я теперь пусть буду маленькая сижу тут такая думаю все и начинаем наше удивительное путешествие в кеншин не ну погадали то хорошо а надо еще название стрима поменять а то будет это приходите гадать кто-нибудь а мы уже не гадали давно так желтых а чичи а чичах тяжеловато смотреть киншин буду приходить оценивать аккаунт ты им гаданье мы уже команду сделали специальную для оценивания аккаунта она в принципе работает хорошо поэтому на этот счет можно больше не париться так надо мне еще кольцевую лампу все-таки заказать чтобы у меня был этот нормальный свет на лицо так у меня лампа конечно такая тупая настольная так заявка в мир сейчас сейчас подожди я что-то это не успела я нажать давай еще раз так давай походим а это что такое так нам там сказали надо обязательно заходить каждый день чтобы давали кристаллики так я только не поняла куда краски мимолетности может получите талисман и удачи в процессе так как мне туда это ты уже получила он блин получил так чатик все-таки пусть у меня здесь будет уже был так хорошо тогда давай задание выполним просто с тобой и на гео виша посходим столько раз сколько сможем делаешь об это вообще топчик заведения моя любимая все равно мне это хиня висит ну ладно вкусить но по два сяо побежали по бивой так отправляемся на замечательное приключение так музыка вам не сильно громко как вы себя чувствуете ощущаете как ваше самочувствие как у вас впечатление от прожитого дня вообще у меня например это был скандальный день но по крайней мере начало потом то я уже приняла события как они есть а я выполнила задание делать как так быстро короче у меня случилось очень интересная ситуация в жизни помните я вам стримера я вам стримила стрим из из заведения буквально когда это было вчера получается вчера вчера мы с друзьями как приехала к нам девушка из москвы и мы по повезли ее на топчик прогулку такую из ялты по вот этой вот извилистой дороге через судак в красивый поселок новый свет ну короче в общем обозревали вместе с ней крым и я подарил типа на дорожку так сказать решила зайти в клевое место и купить себе веганский бургер вот оттуда есть стримила собственно вчера перед вот этой дальней дорогой а я его купила потому что мне его очень очень сильно разрекламировали то есть мне другой знакомый он прямо это настаивал настаивал чтобы я пришла в это место зашла чтобы его купила и попробовала и говорит потом когда будешь писать в сторис типа мол как тебе понравилось ты говорит отметь меня а то я когда-то там с ними работал что они типа уже про меня забыли ты меня мол отметь вот я значит бургер этот взяла типа прихожу такая к ним это уже с полным пониманием ситуации говорю чуваки у вас бургер веганский есть типа вот веганский прям они такие да 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 на меня смотрят я такая окей заказываю давайте мне бургер давайте типа мол кофе все ну они делают десять минут я как раз за десять минут стрим провела прекрасный через донейшн алерт прикольно походила там посмотрела все пообозревала все забираю бургер мы приезжаем туда короче он все это время со мной я даже не смотрела что там внутри то есть я настолько доверяла этим чувакам думаю блин ну по-любому же нормально все сделали типа ну заведуха топчик ппц тем более рекламируют всем и короче в какой-то момент когда я уже собираюсь его покушать я открываю а там тупо яичница короче на весь бургер то есть чуваки вообще не понимают что значит веганский типа ну у них вообще ноль понимания слова веганский ну или свое какое-то видение ну короче я настолько расстроилась из-за этого ну естественно через какое-то время я пишу отзыв типа что как эти сверхразумы догадались в бургер веганский положить как бы яичницу вы типа в своем уме господа вот и тут мне напоминают друзья типа ты же мол хотела его отметить отметь типа он же просил чтоб ты его отметила я такая тону типа плохой же отзыв получил они такие нет ты отметь ну я переудалила stories пересоздала типа отметила его и через некоторое время начинается короче у этого чувака после того как я его отметила случился просто дикий шок он короче переделал эту stories там закрыл полностью мои слова про то что бургер херовый как вы догадались положить яичницу он переписал типа бургер охеренный как вы догадались туда положить яичницу в общем просто с ног на голову все поставил и типа и написал мне типа ох ты злюка как ты типа могла я же хотел чтобы ты мол типа меня прорекламировала а ты такая злюка типа так поступила как ты могла короче вот и когда ну я попыталась ему объяснить что я вообще забыла тебя отметить начнем с этого типа как бы то есть это мне просто напомнили ой в общем и он тут же скрыл от меня свои stories знаешь что типа все мол такой типа забанил меня я такая думаю капец то есть ну человек вообще не ну на своей волне типа полностью ну получается обиделся на правду еще и это исказил ее жестко то есть он бы мог бы например сказать типа мне неприятно удали типа не хочу такую себе антирекламу что за херня я имел ввиду если ты сделаешь добрый отзыв тогда мол меня это отмечает ты сделала херню удаляй нет он ее у себя выставил перефразировал и еще и на меня обиделся что я такая коза типа мол по его же совету сходила попробовала бургер а он оказался херней такой вот в общем он теперь это меня типа забанил и все и пишет моим друзьям все я теперь с ней не общаюсь как ты оставила отзыв я в сторис написала что типа ваш бургер херня на постном масле и отметила заведение все и он моим друзьям написал что все я теперь с тобой не общаюсь ты типа злюка неадекватная все типа и мои друзья ему пишут ты типа уверен что один какой-то бургер может полностью испортить твою карьеру типа и ты в этом настолько уверен что ты типа так зулишься ну то есть дальше начались такие философские супер изыскания про эту ситуацию что это просто ор какой то вот казалось бы просто я сожрала бургер и столько из этого возникло хероты карл и вот у меня в общем весь день прошел под флером от этой ситуации то есть я получается испортилась человеком отношения это был мой друг хороший типа я испортилась человеком отношения из-за бургера это это вообще нормально вот то есть я уже в который раз убеждаюсь что адекватность это роскошь типа особенно в этом году такое отношение испортит ему карьеру а не пост у меня так зубы светятся смотрите отбеливание зубов так мы сделали так давай сейчас выйду сдам посмотрю мне может дадут этих очков рейтинга может нам сегодня хватит сяо прокачать так сейчас я вернусь в одиночный режим это и потом назад заходи ок ок это странно да это очень странная ситуация как бы я ну я сделал как бы ну по факту мне не похер если я это до сих пор оранг приключений 50 химии все добавляйся назад все заходимся у вас выше короче по этой ситуации давайте завершим короче вот я до сих пор пытаюсь осознать в чем была моя ошибка моя ошибка была в том что перед тем как заказывать веганский бургер рассчитывая на то что он таки реально веганский надо уточнить что туда входит все в с у Катерины возьми награду за ранг приключений так я же взяла я же взяла мне уже дали это а еще вот это собрать награды 15 спасибо большое сейчас будем делать круточку прибауточку в присядочку красивую укладочку так отлично смотрите какой замечательный день какой хороший стрим наконец-то наш сяо вырастет короче бургер то веганский но он веганский только по документам по факту там яичница так возвысить наконец-то я нажимаю эту кнопку отлично вперед и ввысь подтвердить ого сколько тут к них надо у меня столько нету ну вот 83 по факту сэндвич да и котлета там кстати была тоже дебильная они какое-то типа из фейкового мяса делают ну херня на самом деле я пробовала много разных бургеров такой направленности и как бы да веганы это вообще полностью которые совершенно полностью отказались от всего типа ну в общем это это же дети курей не родившиеся причем так отлично 83 левел повысить уровень ну мы теперь это мы теперь должны ходить калядовать книги собирать чтобы добиться результата ну ничего я думаю у меня удастся его до 90 левела доползти 20 20 эх не хватает но этими мы точно не добьем ой ладно это уже не смешно ну чем просто у меня как-то это пошатнула эта ситуация типа почему мы с человеком общались хорошо я так много для него сделала типа у него на руке татуха которую я нарисовала типа и тут за какой-то хероты он такой типа все с ним больше не общаюсь но мне кажется это как-то по детсадовски вам не кажется какая-то детсадовская херня не знаю взрослые люди по идее не должны себя так вести сделай густую смолу и пойдем за книгами если хочешь да давай а давай я еще посмотрю что там надо для я не фейку мы качаем же еще до ну тут все стандартно гео виша по эти все полуношные нефриниты типа вот это вот все но она уже 70 левел она молодец блин ну кайфово можем еще что у нас там квастики какие-то новые есть вот эти вот интересным молоко тоже нельзя и так давайте погуглим вообще официально может все таки это я ошибаюсь может я просто это глупый какой-то человек привет эскату ван принц я помню у тебя вроде капс луком было имя почему оповещение они приходят ну я в инсте выставила оповещение так то в принципе настрой на это на твичи оповещения могут приходить веган слушайте может это я тупо и ошибаюсь веган ну вот пожалуйста веган человек википедию мы открыли человек отказывающийся от потребления всех видов мяса молока яиц меда то есть даже меда карл а также других веществ добавок произведенных с использованием в животных ну то есть веган это вообще так как последняя стадия то есть вегетарианец это даже полегче чем веган но вегетарианцы они типа мясо едят то есть не это не мясо молоко молочные продукты капец то есть не я не дебил я все верно поняла ого алкалинкс вау нас зарейдил получается гон чар сапсуна с двенадцатью зрителями ни херум по себе уууу рейдим так господа у меня есть предложение вам погадать деньги деньги хотите погадаем у нас есть карты мы сами нарисовали на стриме сегодня всем гадали у нас просто уже желающие погадать они разошлись но мы можем вернуться сделать все как было и это вам погадать гадай мне полностью так ну только у нас тут геншин вообще то но мы его это чтобы вкладку не менять просто уменьшим слегка дядь тут эти новые просто зрители подвалили не имею права отказать себе в таком удовольствии геншин кстати топ да мы тут чили в геншинщике кайфуем у нас вообще все четенько так смотрите тема проста сейчас раскладываем картишки вам надо задавать вопросик и это и в общем то в общем что что мы вам покажем все расскажем что скрывается в ваших глубинах подсознания сейчас вторую вебочку открываем вот у нас тут будут карты где сексуальная кофточка у жены у своей спроси где у нее сексуальная кофточка а она тебе ответит так ты ж на купы типа зажал в бабосики ну или юбочка у нас есть сексуальный банан вот это все вот что вам надо знать ладно удачи спасибо пауэлбрис так сейчас быстрое гадание для этих топ гончаров твича смотрите раскладываю картишки вот значится у нас тут номера так нам надо камеру как-то подгадать чтобы все у нас вместились как же я это делала то блин во так и сейчас будем гадать готовьте вопросики как это называется на веках ну это называется просто тени у нас такие тени потому что у нас очки такие вот у нас просто тут этот набор так ну страшную карту надо убрать чтобы не сильно пугать наших новых пришедших с рейда зрителей спасибо вам большое еще раз за рейд главное чтобы вам не выпал банан с ножницей так раскладываем погнали сейчас быстренькое гадание специально для рейдика так 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 что жена есть это шо меню нельзя посмотреть что ли чешо я не понял если жена то все типа или шо что такие злые страшная карта это моя да это твоя десять одиннадцать двенадцать вот у нас восемнадцать карт пожалуйста задавайте вопрос выбирайте карту ну или можно две для полного расклада вот например давайте спросим достроить ли гончар дом в 2022 году так у меня есть жена тоже кста и сын 13 и 17 так дрим хорошо а вопрос то какой 13 и 17 лет а возраст жены и сына не сходится так то пасьянство так я пока хочу спросить построить ли гончар дом в этом году я карт номер выбила а вопрос задавать вопрос еще надо задать так я хочу выбрать карту номер три посмотреть достроить ли гончар дом так карту я запомнила 1317 ждем теперь вопрос так а я спрашиваю достроит или нет 2022 но у нас выпадают ножницы да крайне маловероятно что гончар достроит дом он может быть как-то это срежет бюджет и это ну не знаю достроит может быть только если какие-то статьи расходов жестко срежет но мне кажется он и так очень экономный блин чёт походу нет ладно значит будет в этом году много стримов это тоже хорошо вот мне интересно когда он достроит дом он перестанет стримить или нет хе 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 вопрос будет ли Путин президентом в next году так 13 и 7 смотрим важный вопрос господа на поездке дня будет ли Путин президентом в следующем году так 13 подождите я хочу их вместе открыть 13 и и значится 7 7 так карты мы тоже на стриме нарисовали если шоу господа так вот тут у нас засасывающая чёрная дыра выпадает но мы собственно в ней сейчас и находимся можно сказать а и перевернутый банан да господа однозначно да единоглас по любому будет это просто это полный банан все крайне бананово круговорот бананов да 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 ну как то ну получается насморк прав получается так еще какие то вопросики Давайте сейчас быстро отвечаем на все вопросики Дальше играем в геншин Это мы так чисто отвлечься На новых На рейд Из уважения к вашему рейду Мы так себя повели Круговорот бананов Да не бананов, это я понял Это у нас такая загадочная карта У нас еще есть карта Где-то здесь в колоде Где стул с пиками точенными Второго стула пока не нарисовали Но мы можем стул с бананами нарисовать Что тебе еще задать Давайте я что-то спрошу Вот там гончар Это интересовался Будут ли дети его Жить в этом доме Который он все никак не достроит Интересно знать Вот Предлагаю карту номер 9 Так Карта номер 9 Ну будут Кстати да Могут Могут быть Клевер выпадает Четырехлистный Это удача Да Может быть будут Так что В принципе Может и не зря он этот дом строит Может дети оценят эти труды И все будет классно Выпадает клеверок Тут 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 Все Вопросиков больше нет Закру Появляемся В Геншин Идем Или вы хотите Сказать что из всех Стрим То есть этих зрителей Гончара Не спит Только Дрим Стр А все остальные Просто так На фончике Там что-то Улетают Можешь задать вопрос От жизни Стрим ИРЛ Да Мы уже Простримили ИРЛ Хорошо Ну сейчас Тогда переключу Назад На ИРЛ Что-то Видишь Мы Это Сейчас Приключаю Назад Что-то Дядя Мы Сегодня Походу Не это Не играем Все-таки Спасибо большое Что подписался Сейчас Я изменяю Что у нас Общение Вкладку Готово Да Не переживай Еще Поиграем Вишенка Тоже Тут Вишенка Привет Поделят На 4 части И продадут Вот что Значит Клевер Так у него Только двое Детей Насколько Я знаю Господи Между Кем Делить На 4 части Это Надо Еще Двоих Детей Как Минимум Сделать Получается Еще Получается Надо Еще Делать Детей Мне Не сложно Ну так Жена И он Так А что Они Это Разводиться Что ли Собрались Двое Детей Двое Родителей Всем По Комнате И все И кайф Херней Занимается Почему Да нет Вроде Нормальный Стример Нормально Стримит Так Подождите А что Вам не нравится Ну-ка Расскажите Не понял Отличный Стример Гончар Такого Контента Вообще Нет На Твиче Ему РМТ Предложили Что Такое РМТ Я не знаю Что Такое РМТ А он Скипнул Подождите Это мне Надо Разобраться Что Такое РМТ Так Мне Надо Гуглить А РМТ В смысле Господи Я же Когда-то Тоже Такое Делала Да Я Когда Играла В линейку И заходила На сервера Там Это Ставила На бота Я извиняюсь Сейчас Очень Конфиденциальная Информация И Это И Продавала Очень У меня Даже Успешно Все Было Вот Странно Почему Он Отказался Ну Может У него Просто Были Какие-то Причины Которые Мы Не Знаем Может У него Были Для Отказа Может Быть Не Знаем Может Ему Религия Не Позволяет Или Может Он Боится Стать Сказочно Богатым Типа Ну Как Тоданыть Что Ты Бедный Если Ты Становишься Сказочно Богатым Да Вообще Это Страшно Не Верит В смысле Не Верит В смысле Не Верит Так Подождите Я Хочу Зайти На Фанпэй Там Где Я Продавала Эту Адену Я Продавала Фанпэй Вот Она Самая Это Я Не Знаю Можно Такое Показывать На самом Деле На Твиче Ну Типа Лол Вот Ой Что Там У меня Все По Это Я Когда Нервничаю Я Вообще Ну Как Не Просто Как Можно Отказаться От РМТ У Мне Это Так У Нее Есть Парень Зачем Вы Тратите На Нее Время Так У Кого Есть Парень Так Войти Да Там Все Есть Сейчас Попробую Посмотрим На Мой Аккаунт Может Так Четной Запис Не Найдено Ну Походу Это Надо В Дне Стрима Вспоминать Имя Почты Или Пароль Какое У Меня Там Могло Быть Имя Блин Я Пытаюсь Взломать Фанпэй Чтоб Вспомнить Что я Там Продавала Ну Мне Интересно Просто Не Помню Хоть Убей Но В общем Я Там Продавала У 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 Записано Чо Кому Неправильная Пара Логин Пароль О Значит Я Уже Близко Ну Ты Чел Кук Получается Господи 9 лет Тебе Восстановить Сейчас Попробую Сейчас Я Попробую Подбирать Пароли Может О Отлично Отлично Так Укажите Ответ Чтобы Подтвердить И вы Являетесь Укажите Последние Четыре Цифры Этого Номера Так Так Что Там Все Так О Мы Зашли Получается На Мой Фанпей Где Я Занималась РМТ Шеньем Чел Какой Ты Наверное Счастливый В браке Что Сидишь На Женском Стриме Всем Бы Так А Вы Считаете Что Подождите Вы Считаете Что Если Вы В браке То Вы Мол Не Имеете Вообще Никакого Права Ни На Что Это Что За Брак Такой Где Нельзя Делать То Что Тебе Нравится Это Позволить Делать То Что Ты Хочешь Не Знаю Это Что Какое Это Отрезать Глаза Себе Выколоть Или Что Когда Ты Женился Я Вас Не Понимаю Представь Себе Жена Спит На Мне Ребенок Уснул Все Прекрасно Не Знаю У нас Тут Не Какой То Там Блин У У Я Даже Сука У Сисек Не Видно Там Это Декольте Тут Вообще То Сексуального Контента Ноль У нас На Стриме Чтоб Ты Понимал Это У Тебя Проблемки Немножко Видишь Ты Воспринимаешь Любую Женщину Сразу Как Сексуальный Объект Это Вам Надо Подумать Над Своим Поведением Немножко Смотрите Рейтинг Продавца 5 5 Из 5 Я Охеренный Продавец Вот Смотрите У меня Тут Эти У меня Тут Отзывы Даже Писали Даже Отзывы Мне Писали Все Круто Хороший Продавец Все 5 Звезд 2019 Год Пожалуйста Линейдж Шо Тут Еще Тоже 2019 5 Звезд Все Кул Недорого И Быстро 2017 2017 Все Отлично Вот Все Пожалуйста Спасибо Огромное Быстро Четко Даже С бонусом Очень Приятная Девушка Успехов В Бизнесе Так Что Я Не Знаю Крас Пета Вот Смотрите Какие У меня Отзывы Классные Вот 400 Рублей 400 Рублей Ну Нормально Вот 900 Пожалуйста Я Не Знаю Сумы Маленькие Понятно Что Я Там Не Делала Супер Ну Я Ботоводила Так Чисто Там Это Че На Стриме Мы На Мобах Накрабили Я То И Сливала Ну Я Это Делала Не Так Много Раз И Не На Многих Серверах Гов Гов Лол Катать Не Я В Геншин В общем Не знаю Я считаю Если в игре Можно РМТ Шить Это Золотая Жила Все Сиди Себе Стрим РМТ Занимая Занимайся Занимайся Своим Любимым Делом В общем Непонятно Мне Мне Крайне Непонятно Почему Он От Этого Отказывается Я Удивлена В Крайней Степени Удивления Так Что Давайте Еще Поспрашиваем Что Наши Карты Или Все Идем Назад В Геншин Такое Мне Нравится Геншин Там Няши Красивые Там Эстетическое Удовольствие Получаешь Там Все Хорошо В Геншине Там Идиня Так Давайте Спросим Почему Я Выбираю Геншин Голосую За Геншин А У Коровки Нет Других Завод Что Она Там Травку Жует И Молоко Дает Спрашивает Так Мы Хотим Спросить У Карт Почему Стример Алкалинкс Не Хочет РМТ Шить Так Я Выбираю Карту Номер 17 Давайте Давайте Посмотрим Что На самом Деле Он От Нас Скрывает Какой Это Ключ Выпадает Он Наверное Понимает Что Как Только Он Начнет РМ Штешить То Все Сразу Станет Богатым Счастливым Человеком И Не Сможет Дальше Ныть И Вот Это Вот Все Сразу Построить Дом Возьмет Ключ Войдет В Него И Начнется Другая Жизнь Может Он Перемен Боится Кстати Я Тут Уже Могу Так Проплывать Он Буратино Ну Че Вы Так Да Нет Нормальный Чувак Просто Честный Может Быть Ведь Продавать Эту Это Наверное Не Честненько В Принципе Могут И Аккаун За Это Смотря В Какой Игре Это Небезопасно Барыжить Это Наказуемо В играх Может Он Просто Очень Боится Что Пропадет Его Аккаунт Что Его Там Типа Забанят Типа И Всякое Такое Может Быть Поэтому Лол Тоже Для Девочек Не Хочу Я В Хочу В Геншин Так Что Еще Спросить Господа Давайте Спрашивайте И Пойдем Назад Геншин Играть Это Так Чисто Для Рейда У Нас Расклад Что Тут Пики Точеные Когда Ковид Уйдет Так Когда Ковид Уйдет А номер Карты Вишенка На Тортике Выбирайте Никогда Это Что За Пессимистичный Настрой Уйдет Все Будет Хорошо Когда Все Прививки Сделают Тогда Наверное И Уйдет 18 Так Берем Карту Номер 18 Смотрим Когда Уйдет Ковид Котик Котик Выпадает Даже Не знаю Как Трактовать Вам Я Не Делаю Кстати Да Я Так Тоже Котик Как Как Это Понимать Такое Печатление Что Не Уйдет В Ближайшее Время Котик Это Домашнее Животное Постоянно Он Сидит В Доме Мурчит Так Что Походу Ближайшее Время Думаю Не Уйдет Ковид По Крайней Мере В Этом Году Точно Не Уйдет Будем Сидеть Дома Как Домашние Котики Ну Вот И Почему Он Должен Уйти Почему Ну Вообще Насколько Я Понимаю Там Всем Этим Глобальным Дядькам Им Не Особо Выгодно Чтоб Ковид Уходил Им Выгодней Чтоб Он Был На Это Бабосики Можно Тратить Много Плюс Там Вот Эта Цифровизация Тоже Хорошо Под Этой Темой Ладно Что Кроме Геншина У Тебе Обзор Моего Аккаунта Сделать Что У Нас Есть Кроме Геншина Мы Еще Рисуем На Стримах Вот Кстати Завтра Может Будет Рисовательный Стрим Рисуем Портреты Зрителей На Стримах По Фотке Так Еще Мы На Стримах Рисуем Логотипы Из Никнеймов Вот Можно В Инсте Ознакомиться Вот Но Это Надо Ждать Еще Сыграть Вам На Гитаре Песню Если Сильно Попросите Меня Сделаешь Да Это Надо В Очередь Становиться Завтра У Нас Будет Такой Стрим По Рисованию Подписчиков Вот И Там Можем Человек 12-16 Нарисовать Если Хорошо Стрим Идет Вот Сегодня У Нас Такой Чил Ну Короче У Нас Разные Тематики Стрим Еще Пацанам На Логотип Заходите На Стрим И Мы Рисуем Вам Логотип По Никнейму Бесплатно Ну Там Тоже Надо Очередь Соблюдать Типа Кто Первый Пришел Кто Первый Желание Изъявил Того Рисуем Все А дальше Как Стрим Пойдет Вот Застрим Логотипов 9 Но Можем И 16 Вот 9-16 Там Смотря Как Это Тоже Как Ситуация Складывается Можете В инсте Посмотреть Как У нас Это Получается Надо Какую-то Вводную Или Твоя Фантазия Да Кто Как Хочет Некоторым По Водным Рисуем Некоторым По Фантазии А Ты Хорошо Рисуешь Ну Зайдите В инсте Посмотрите Как Мы Это На Стримах Рисовали Сейчас Вам Скину Ссылку Там Сейчас Много Постов По Рисованию И По Логотипам Кстати Так Вот Вам Такой Краткий Обзор Все Больше Не Интересуют Вас Гадательные Вопросики Мы Тогда Закругляемся Закругливаемся Дядь Ты Еще Тут Ты Еще Не Устала От Этого Станет Ли Саша Трусова Олимпийский Чемпион Блин Я Помню Ты Когда-то Еще Про Эту Сашу Что Это Спрашивала Это Какая-то Твоя Знакомая Или Стример Какая-то Еще Одна Твоя Любимая Я Помню Мы Когда-то Уже Гадали Про Сашу Трусова Я Правда Не Знала Но Сейчас Теперь Понимаю Девочка Или Это Мальчик Какой Вид Спорта Сейчас Поймем Дядь Мы Еще Может На Геовиша Посходим Ну Короче Надо Еще Пострадать Чтоб Достать Эту Жемчужинку Олимпийского Чемпионизма Еще Надо Будет Немножко Подстрадать Пострадать Не Я Помню Всплывало У нас Это Имя Саша Трусов У 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 Пошли В 2019 Год Куда У 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 вы постреливать с темы рисуем по фотке рисуем логотип еще из никнейма вот такие у нас 200 опции приедет ли миллион фармер в россию с концертом а шо она не приезжала было до этого она в россии айдин спасибо большое за подписку подписался dream storage ник так хорошо придется зайти в телефон смотрим dream storage нужно тоже подписалась надеюсь у вас теперь будет счастье в жизни после этого большое так анонс на 23 год но везде этот к вид так взяла телефон теперь не могу на место поставить как было жив лицой хорошо сейчас спросим ты хочешь чтобы эта карта выпала до дядя ты понял как это делает так про концерт мулен фермер спрашиваем я думаю должна приехать когда-нибудь по любому так 5 и 16 я кстати хочу винил какой-то купить милен фермер навели вот это там где distance x и вот это вот все короче так но помилен фермер у вас птичка с веточкой это надежда конечно да по-любому да 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 однозначно да ведь она уже летит к вам уже дорога где-то существует это по которой она дает концерт россии все будет океешки милен фермер это французская певица да она еще продюсировала продюсировала эту ализе сейчас включу правда у нас после этого звук на стриме отключат ну в записи или ализе можем послушать это тоже в принципе они одного поля ягоды вот эту темку помните вот это оттуда ноги растут вот она у меня даже реально а можешь фотку скинуть в телегу я хочу на это поспеть а какой он у тебя он новый у тебя был или это ли ты старый купил ну вот она милен фермер вы должны знать ее ализе живая до живая но там насколько я знаю татухами вся забилась так нам еще надо будет на это жив лицой спросить так но вы поняли да вот вот это мулен фармер элис вошла в кураж то у меня это вебка не так стоит как надо так давайте спросим дальше но я рада что вам понравилось мне негде слушать а то есть боли у тебя винил есть а слушать его негде надо чтобы было надо это какой-то вертачок купить но желательно конечно чтобы колка была хорошая чтобы вот там не заюзать до смерти так что у нас там 12 14 и жив лицой хороший вопрос смотрим нет заработал бабосиков и сгорел однозначно без света кайф был кстати что хотите в темноте сидеть ну вот сидим чилим в темноте я на французском амазоне заказал сиди диск а пришел винил винил круче так что радуйся у меня есть на диске но на виниле нету у меня этот там с такой с белой обложкой где она без головы поскольку завтра стрим до вечерней начнем я сделаю анонс в этом анонс телеграме сделаю вот сейчас после стрима и туда можно будет сразу добавить фоточку вот и как стрим начнется мы пойдем по очереди фоточки рисовать теперь танцуй ой так это деньги где вы же от гончара пришли вы же должны знать как это делается вы же это вы же гончарные ребята так гончар глину месяц да он мне кстати присылал свои изделия когда-то под новый год пришла ваза и присылал кстати этот шевалинком он все-таки сделал мне молодец вообще выполнил свое обещание то он хорош то я в свое время его долго заставляла это стримить мне без света не очень комфортно честно так мы там с яриком прямо это аж бесились как не могли его заставляли стримить но я сейчас уже через года понимаю что нельзя нельзя человека заставлять стриме человек должен искренне сам хотеть и сам в себя верить потому что вот это вот заставляние она короче ни к чему не приводит к хорошему так почему не спится нашему зрителю овел бриз чего не спится надо это надо засыпать у тебя есть какая-то засыпательная техника так давайте четверочку посмотрим чего не спится непонятно непонятно волнуешься ты что-то ты от нас это что-то скрываешь наверно у тебя какие-то есть эти волнения может которые тебе мешают спать какие-то эмоции скрытые что-то там это голова переваривает масочку одеть и заснешь так ну что давайте последние три карты и они сколько пять и закругляемся мне еще там надо в геншине поделать гео-вишопа надо зайти на асмр где микрофоны лижут ну хочешь я вам микрофон лизну ты заснешь после этого я правда не знаю он от этого испортится нет так давай договариваемся я сейчас это лизну микрофон и ты после этого сразу спокойно засыпаешь как тебе такое то договоримся сейчас ржу не могу конечно очень смешно шок-контент бесплатно надо за бабки вы сначала за донате потом я сделаю тут что-то интересное да так не я люблю это кредиты создавать сначала делать что-то интересное потом люди сами понимают что они тебе уже должны так давайте это сделаем интимную обстановку так специальный 5 секунд оси мэра для тех кто не может заснуть да так как тут надо это сделать вот я вам чуть погромче сделала чуть погромче микрофон немножко появился шум на вонь что вам страшно уже начинаю лизать микрофон через пять четыре три два один пуск 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 Не, ну я старалась, а я ценю своих зрителей, это мне это, это не секс, это пустой, не, ну я ж не профессиональная СМР-стриммерша, я такая чисто поршательная, ребенок рыдает. Да, я поэтому СМР не стримлю, это не мое, отреча, извините пожалуйста, я не специально, после такого не успешно, ой, пушка. Ну я потом посмотрю на записи, мне интересно как получилось, жестко наверное, да, громко сильно, да. У меня теперь просто приступ, ой. Так, давайте быстро, сколько еще можно тут, два вопроса можно задать и идем назад в Геншин. Ты шла к успеху, когда я приду к успеху? Давайте, карта номер шесть. Вот, очень интересно. О, в принципе я на полете, я на полете к успеху, уже чуть-чуть осталось. Это было храбро, но не дошла. Ничего страшного, я думаю, еще впереди много интересного. Видите, какая карта хорошая, с крылышками, может быть успех где-то он меня уже близко ждет, в принципе, да. Можно потом на скример делать эту херню, на самом деле. Тренируйте АСМР. Я не люблю жанр АСМР, я в целом не понимаю вообще этого жанра. У меня, видимо, очень много интересного успеха близко, да. Я не понимаю искренне жанра АСМР от слова, ну вообще, то есть я полностью не понимаю жанра АСМР. Я его понимаю только с одной стороны, что типа вот когда стримерша лижет что-то в прямом эфире, и как бы ты это слышишь хорошо и видишь, что в принципе там можно нафантазировать и как-то там это поиграться с питоном, так сказать. Лизать микрофон 24 на 7 и лутать бабки. Это может устать мышца, как бы. Это же вообще-то тоже тяжело. И психика вообще, она от этого остается в нормальном состоянии? Типа, ну. То есть представь, ты, ну допустим, это длится там, не знаю, год-два. Ты ультра-успешная стримерша, которая зарабатывает бабки, лизая предметы языком на стриме. Давай смоделируем ситуацию. Проходит 10 лет. Ну, то есть вы понимаете, к чему я веду? У человека должен быть навык зарабатывания, помимо каких-то кринжовых дебильных способов. То есть надо как-то это. Хер знает. Хотя если грамотно вложить, то в принципе не такое уж и плохое занятие. Типа, лижешь микрофон, потом покупаешь крипту, холдишь ее лет на пять, все это время продолжаешь лизать. Ну, в принципе, нормально. Че, я так уже начала задумываться. Лучше лизать микрофон, чем не микрофон. Меня, если честно, тоже бесит. Это CMR странная хрень. Меня еще это... Я слушаю, у меня крыша едет. Я бешусь от таких звуков. Вот, кстати, у меня тоже. То есть у меня, когда кто-то разговаривает шепотом долго, у меня начинается прикол, вот как будто сейчас будет паническая атака. Вот. Мне кажется, что сейчас кто-то заорет. То есть вот я, когда слышу долго звуки шепота, у меня начинают в голове накручиваться мышцы, что сейчас она, наверное, заорет, короче, в микрофон. И все, типа. И у меня сейчас... И у меня паника от этого нагнетается. Типа, блин, походу сейчас она заорет. Походу сейчас будет какой-то громкий звук. Ну, типа, я не могу это смотреть. У меня оно аж все. Аж трясет, короче, меня. Я не знаю, как другие люди от этого реально успокаиваются. Типа, ну, все, ну. Биполярка, думаете? Ну, это какие-то навязчивые мысли. Это, типа, какая-то это... Это не норма. Я когда слышу шепот, то начинаю кипеть и хочется орать. Типа, Лерочка подъехала. Меня бесит, когда люди едят в кадре. А, CMR норм. Ну, я в последнее время люблю покушать в кадре, честно говоря. У меня тоже с едой. Что, нельзя хавать на стримах, вы имеете в виду? Ладно, не буду. Давайте у карт спросим, хавать на стримах или нет. 8 пусть будет. Карты показывают, хавать на стримах это норма. Могут даже задонатить. Не знаю, че вы так к это относитесь. Я когда слышу шепот, у меня эрекция. Блин, такие разные люди. Не знаю, я когда слышу... Не, мне тоже как бы оно, смотря какой шепот, конечно, главное, чтобы сексапильненько было. Ну, такое. Не, у меня в основном вот эти проблемки начинаются с тем, что сейчас заорет кто-то. Просто когда видишь, как кто-то ест, это непроизвольно запускает какие-то реакции в моем организме и как-то влияет на меня. Ну, эти зеркальные нейроны. Гадай, офать или нет. Так, офать или нет. Карта номер 2. Розочку показывает. Ну, давайте еще десяточку возьмем. О, розочка и это. И гроза. Розочка должна офнуть. Ну, походу, да, походу, пора офать. Все, офаем. Так, и последняя шо у нас карта? Еще последняя спросить. Пиздец, розочки. Ну, типа, да. Че офать? Янг, ксон. Стрим будем офать, потому что никто даже вопросы не задает на наше гадание. Мы тут сидим такие, нахер мы его сделали вообще вам. Вот. Не надо. Последняя карта. Меня Уи Зумбек зовут. Приятно познакомиться. Офнуть Дрим Эстер или нет? Давайте спросим, офнуть или нет. Ну, если он какое-то направление подозрительное будет проявлять, то мы тогда его офнем. Компас выпал. Так, ну все. Все. Офнуть. Ласт карта, это я. Так, все, пойдемте назад к геншине. Закопаем гео виша, по и на этом будем офать уже. А то у нас что-то стрим затянулся 5 часов. Пипец. А мы еще до этого карты делали на стриме какое-то время. Так, где тут наш геншинчик? Если насморк написал, то тогда реально, походу... Да, у нас есть насморк на стриме. Так, я возвращаюсь в геншин. Что-то какие-то у нас гадания такие. Хер заставишь кого погадать. Не знаю. Много у вас этих стримеров гадательных, что ли? Все, поздно. Я уже все поменяла на геншин. В Москву переехать хочу. Ну, давайте я так выберу. Хочу переехать в Москву. У нас тут это полная колода. Мы колоду сами нарисовали на стриме, между прочим. Так, смотрим. Хочу переехать в Москву. На данной тебе вообще нет. Давай узнаем по бырику. И пойдем на гео вишапа. Пять часов немного. Ну, конечно, я же вам не буду тут сидеть. Ручки потирать. Смотреть, как у меня лямы накапливаются. Меня братки ждут. Сейчас. Сейчас я сама за вас выберу карты. И все узнаем. Так, смотрим. В Москву переехать. В Москву хочу переехать. Так, где моя вторая камера? Вот оно. Смотрим карты. Переезжаем в Москву. Солнышко улыбается. Хорошо. Так, и цветочек цветет. Да, получится. Все получится. Все расцветет и запахнет. Все будет вообще очень крайне хорошо. Может, там даже девушка какая-то у вас найдется. Это удача, успех. Вообще все это. Все супер. Так, что происходит? Что вы там это? Ругаетесь, что? Не ругайтесь. Насморк. Да, насморк он такой. Да, человек простой. Так, все? Больше никому ничего не надо спрашивать? Все, все спросили. А у меня есть специальная карта. Кто там заходил, хотел гадать? На нетривиальных субстанциях. Хуракан-эн-зэ. Не знаю, вышел он там, не вышел. Сейчас моему тут эту карту подберем. Что у тебя баллов нет? Я не компаньон твича. Они меня там спалили, что я с крымского айпишника заходила. Да, и все. И хер они меня теперь зарегистрируют как компаньона. Так что никаких баллов теперь. О, вот у нас есть специальная карта там для тех, кто хочет специально гадать. Заново. Заново канал создавать или еще? Вот. Вот вам карта такая. Зачем мне заново канал создавать? У меня уже этих 2000 подписчиков. Ты шо? Какой нахер заново канал? Я из-за него прослушал. Есть шансы. Да, да. Все будет четенько. Можно пробовать. Так, все. Так, не платные же, не платные же. Да я вообще в целом не очень понимаю, зачем вот эти вот все там регистрации, херации. Мне кажется, вам и без баллов канала тут нормально. Шо вам так принципиально эти баллы канала, чтобы были? Так, все, дядь, заходи. Пошли, сходим на книжки, на гео, виша, по фото тут это. Что-то то никому не надо гадать, то всем надо гадать. Что-то странное вы эти люди. Не могу вас это понять. Пошли, походим. Деньги на фарме. Ты уже убил гео, виша, по а ты там еще? Или ты еще не там? О, так я сейчас подойду. Открою судучок. Спасибо тебе большое. Я уже иду. Кого-кого? О, Бажирного убили мне. Сейчас пойдем с вами туда забирать, так сказать, лут. Там такой моб был. Здоровейный на ящерицу похож. Сейчас пойдем. Я думаю, можно на книжке пару раз, короче, сходить, слить все примагемы. И все. И офать. Слушай, если у тебя будет компаньонка, будут свои смайлы. Смайлы. Деньги с подписок. Кра-а-а-а. А деньги? О, господи, блин. Не смогу я уже зарегистрироваться. Там уже надо писать это. Поддержку и доказывать, что я не из Крыма. Это очень сложная херня. Кайф. Спасибо, дядя. У меня есть, в принципе, второй канал. Там у меня партнерка. У меня там все зашибись. Английский. На английском моем канале танцевальном. И у меня все ок в этом плане. Мне на этом канале, может, и не нужен никакой этот... Какая-то... Ни компаньонка, ни партнерка. На этом канале я стримлю чисто по кайфу, типа. Ну вот, серьезно. Стримлю, как душа лежит, типа. Вот, если там супер ради денег, то, конечно, да, надо стараться там все. Вот это вот делать, делать, делать. Там все, все, все. Донатят хорошо все. Туши, тупо пожилая кайфовыла. Получается, да? Получается, ну... Все верно. Вот, а тот канал, да, английский канал, он заточен на бабосики все-таки, да. Стой. Да я уже залезла. Я уже залезла. Там не книжки Амора. А, я что-то поэта. Я просто постоянно ходила на деньги, открывала я поэтам у это. Все, на голубую надо идти. Минимальная монетизация. Не, ну я, конечно, постараюсь. Там напишу им в саппорт, скажу там это. Давайте, чего вы. Ну, не знаю. Мне кажется, если ты хочешь смотреть стримера, если ты хочешь, чтобы его канал процветал, чтобы он там, это вам стример, каждый день старался, что-то прикольное придумывал, то ты ему и так задонешь. И не обязательно какая-то там, чтобы была партнерка. Ну, в общем, вы поняли меня, да? Берегите своих стримеров. Реально, какие вам стримеры нравятся? Надо это их. Мэйби признают Крым. Вот, если признают Крым, то я вообще буду очень радоваться. У меня столько проблем уже из-за этих санкций. Вы себе не представляете, сколько я полимеров из-за этого потеряла. А, не густая смола. А если я отойду скрафтить густую смолу, то испортится эта штука? Или если ты тут будешь стоять, она не испортится? Так, сейчас я попробую по-быстренькому. Дядь, не уходи оттуда. Сейчас я туда вернусь. Ничего страшного, иди. Бабра, убы. Сейчас, может, у нас там получится. Так, буренька, буренька. Сейчас вот крафтим нужные итемы. Но ты же не против развития. Я за развитие во всех его проявлениях. Так, я, наверное, скрафчу две. Для начала. Мы два раза сходим, да? Так, я возвращаюсь. Я надеюсь, конечно, что когда-то Крым признают, и что все будет нормально, и как бы у меня все мои проблемки решатся. Потому что у меня недавно заблокировали классный аккаунт. У меня на одном сайте я там картинки продаю. Очень хороший сайт. У меня там уже такой аккаунт, короче, с историей, там с рейтингом, со всеми делами. Тупо я только по этому сайту такую средненькую УЗП поднимала. И как бы все, все, все сдохло. Восемь книг дали. То есть они теперь ждут, когда я докажу, а я им никак ни хера доказать не могу. Короче, просто жопа какая-то. Я так расстроилась. Но с другой стороны, я поэтому стремить начала. Подумала, так, не получается там. Пойду другим путем. Так что, может быть, с другой стороны, может, это и хорошо. В каком смысле блочит? Ну, когда случайно заходишь не по VPN куда-то, то они сразу... А-а-а, вы из Крыма, вам пиздец. Типа вот так вот. Так, где еще такие штучки? Дядь, что-то не могу найти. А-а-а, вот ты тут стоишь уже. Все, я иду. В смысле, жестко все, короче. Очень все жестко. Так, вот. Я, в общем, очень расстроилась. Это вот у меня случилось перед Новым Годом, короче, где-то в этом периоде. Я теперь сосу бибу, короче, в плане финансов. Ну, посмотрим, как бы, как дальше будет. О, спасибо, дядь. Кайф. Использовать первородную смолу. Открываем. О, дали много книг. Отлично. Так, что, смотрим, сколько смолы. 40 еще смолы. Мы можем еще одну густую скрафтить, правильно? Еще один разочек сходить, да? Правильно я поняла? Или сколько там надо? Да. Ну, давай еще одну скрафтим, еще раз пойдем. Так, кто блочит, кто? Страны, которые санкции поддерживают, блочат. Ёпэр, СТ. Непонятно, что ли. Америкосы, Европа. Вам это объяснять, что ли, надо? Вещи элементарные. Никто в мире не признает, Крым частью России. Все. И, в принципе, всех людей, которые в Крыму живут, считают тупо за лохов. Если у тебя какой-то есть международный бизнес в Крыму, то все. Если ты там работаешь, где-то у тебя приложение в Apple где-то есть, или там еще где-то. То все, на следующий день, как только Крым стал, типа, российский, они такие, так, все, вы идете нахер, мы вас удаляем вообще. Все. И все, и все охерели. Вот, все нормальные люди из Крыма сразу же уехали после этой темки. И только я, бомжара, сижу тут, природой любуюсь, понимаете? Мне просто тут нравится жить, я не хочу, блин, уезжать никуда. Я хочу нормально жить, работать. Эти суки мне ни хера не дают. Я очень устала уже от этого. Каждый день юзаешь VPN. Не дай бог там куда-то зашел без VPN, а все тебе сразу на почту присылают. Бом, пизда. Типа, понимаешь, это ни хера вообще не прикольно. Я тебя еще не знаю. Меня тут вообще мало кто знает. Вот, точно так же с Twitchом. Случайно зашла без VPN, а все. Вам жопа. Никакого вам, никакого компаньона, никакого ни хера. Вы, короче, это... Нам сначала докажите, что вы не из Крыма, мы потом подумаем вам, баллы канала подключать или не подключать, понимаете? Вот вы спрашиваете, почему у меня нет баллов канала. У меня вы это спрашиваете? Мне вот тоже может интересно, хер ли у меня баллов канала нет. Слушай, в первую очередь гражданин планеты Земля. Отъебитесь от меня, нахуй. Так, дядь, все, смолы нет. Чилим. Давай покой с там, что ли, пойдем. Та вот уж. Возвышение ранга приключений нельзя в совместном режиме. Что? Все, походу лохать надо. Стоячая вода. Давай попробуем туда сходить. Чузак, вы стоячая вода. В сангономии причем. Что сложного о себе рассказать, Яхэзэ? Да, в целом, ничего. Когда конкретные вопросы задают, я конкретно отвечаю. Что тут рассказывать? Не видишь, у человека бомбит. Да, это реально мое больное место, потому что у меня не получается доказать гражданство. У меня не получается. У меня очень много аккантов уже заблокировали. У меня штуки 3 заблокированных Paypal. У меня заблокированы, есть карты. У меня, как бы, очень много всего происходило, именно на почве того, что я из Крыма. Вот. Поэтому этот вопрос, он, как бы, очень жестко. Ты, как моя жена, отвечала. В смысле? Злая тоже. Ору по любому удобному этому поводу. Сейчас квестик, может, сделаем какой-то. Ну, надо оффать. Видишь, я это разозлилась. У меня бы тоже бомбило, если бы у меня на стоках бомбило за эту тему. Да, у меня один сток в каком-то году, еще до стримерское время. У меня был сток, который, это, ну, больше косаря бачей в месяц сделал. Все, его прикрыли по крымской теме, типа. Ну, и сейчас у меня тоже есть норм сток, и он тоже ждет, когда я гражданство докажу. И, как бы, ни хера, я его не докажу. Как так свалить из Крыма, и все? Я не хочу сваливать из Крыма, мне здесь нравится. Я не хочу отсюда уезжать никуда, понимаешь? Мне здесь нравится. У меня тут друзья, у меня тут родственники, у меня тут все, вся жизнь. У меня здесь. Хер ли я должна отсюда сваливать? Это вы, может, отсюда свалите за своими санкциями, сранами, и дадите мне жить так, как я хочу? Я тут при чем, что у вас там какие-то политические херни? Я обычный человек. Так. Так, что тут исследовать? Нет, не сюда. Вот сюда. Нужно было РФ не пускать, выгонять, и не было со... Слушай, вот ты так говоришь, ты думаешь, нас там кто-то спрашивал? Ты думаешь, нас реально кто-то спрашивал? Ты вообще знаешь, как это было? Алло. Ёба. Ты лежишь себе в кроватке. Дома. Спишь такой. Заснул. Просыпаешься, а ты, сука, бля, в другой стране. Такой думаешь, ни хуёхи. На обычных людей всем просто насрать. Люди — это нефть, которую используют в своих целях. Понимаешь? В РФ смогли выгнать Якубовича. Конечно, потому что там другая политика, там другая направленность. Там всё на запад направление. Ну. Вы как маленькие детки. Вы что, не понимаете, что всё, что происходит в мире, это кем-то спланировано и кем-то специально сделано? Не будьте маленькими детками. Осознайте, что происходит исключительно то, что нужно власть имущим. Просто так. Ничего не происходит. То, что там кто-то там, кого-то смог выгнать на каком-то Майдане. Это просто кино, которое вам показали, которое было жёстко спланировано по специальной акции. Там делалось только то, что должно делаться. А ваша проблема — то, что вы это всё схавали. Но у нас и выбора нет как-то. Вот. Ой, блин. Вы что меня так душите? Ёба, что я вам сегодня сделала? Нормальный был стрим. Челова гадали, там кайфовали. Ой, я не могу. Может, это очки надо сменить. Может, попустит. Так, давайте я забаню, короче. И вы все нахер пойдёте. Так, ещё одно сообщение по какой-то политоте. Вы идёте нахер. Всё, вы меня поняли? Каму, Тито, Яспиноза. Добрый вечер. Я вас категорически приветствую. Я, правда, в этих очках не вижу, где наш квест синий сливается. Так, тут, походу, мобы какие-то, дядь. Тут, походу, это жесткач. Спасибо большое за фоллоу. Огромная вам благодарочка от всей, так сказать, души. Я предупредила. Одно сообщение вам жопа. Всё, никакой политоты. Пошли нахер. Чуваки, у меня нет столько ромашкового чая, чтобы вот это вот с вами тут разбираться. Всё, любая херня про политоту, донат, пожалуйста, высылайте, я послушаю ваше мнение. Только надо этот донат тогда повысить, там хотя бы от 100 рублей, чтобы было. Ой. Так, ну всё, вроде полегчало. Синий свет, кстати, это очень мощно на психику действует. Сразу всё становится похер. Так, что тут надо делать? Ещё выше, походу. А как туда залезть, дядь? Чуть не залазить туда. А, мы тут уже всё сделали, нам просто квест дальше надо выполнять. Всё, поняла? Вот, нам теперь сюда, смотри, куда-то посередине чего-то там. А тут у нас дальше даже не открыто. Дом у пруда, даже не открыто. Так, летим. А я туда дойду, доплыву, интересно, вот туда. Показывает вниз. Куда вниз, под воду, что ли? Найдите оставшиеся знаки, ключи. Не отплыви, скрафте смолу. Так как я скрафчу, у меня две штучки. Иди ко мне. Сейчас приду. Я уже тут, это на середине озера. Нет, ну я всё-таки доплыву, посмотрю, там есть что или нет. Патажей. Такое чувство, что ничего тут нет. Может, туда надо как-то на этом, на катере подплыть? Это внизу. Внизу дно. Там есть вход в какую-то пещеру, получается, и там надо это идти по пещере. Возможно. Так, где ты? Так, водопадец. Угу. Вот идея. О, вот, вижу. Так, и что дальше? О, прикольно. По какому-то этому сейчас пойдём к секретному проходу. Ты как так высоко взлетел? Ты что, куда идти? О, смотрите, мы тут нашли секретную нычку зато. Куда вниз идти? Я не вижу здесь. О, спасибо. Одним ударом все каменюки. Там есть какой-то нижний проход. Если он есть, нам надо разобраться, как туда войти. Страшно тут. Непонятно. Так, так, где? Внизу. Ещё ниже. Чё-то я потеряла и тебя, короче, и всё вообще. Чё, куда дальше? О, дирочка. О, идёла. Ммм, я тут была когда-то, кстати. Найдите оставшиеся знаки-ключи. Вот они, походу. Знак-ключи-стаячая вода. Активируйте все алтари. А, что-то я помню, я когда-то пыталась этот квест сделать, и ничего у меня не получилось. Так, я сейчас отойду, надо, походу, это хильнуться, а то сейчас как умру, и всё это было зря. Эту дырочку мы искали. Вот, отлично. Надо это байдоу восстановить. Так. Отойди, дядь. О, прикольно, что этот квест можно вдвоём делать. Мне тут одной, знаешь, как было тяжеловато. Особенно без ся, и вообще, когда у меня ещё ничего не было. Мне было здесь очень-очень трудно. Так, нам теперь что надо? Следуйте указаниям и активируйте все алтари. Алтари у нас, походу, где-то в другом месте. Полетели назад, получается. Вон, какие-то штучки. Интересно. Сейчас пройдём, походу, всё будет ок. Всё, пройдём, испать тогда пойду. Можно ли заваривать пэр несколько раз? Тю, конечно. В смысле? Он для этого и создан. Ты, типа... Ну, можно загуглить правила заваривания. Там есть какая-то техника, типа, как это правильно делается. Чё-то я не вижу. Куда здесь? Давай ещё раз. То есть, он сначала там, вроде как, этот кусочек пуэра обливается кипятком, но если у тебя кусочек от блина. Всё. И потом ты делаешь первый пролив, первое заваривание, потом, типа, второе. И, вроде как, до семи проливов можно делать или что-то такое. И говорят вкус, и, ну, типа, меняется вкусовые качества, вроде как. Насколько? Насколько сильно убывает вкус? Ну, бывает, но он меняется ещё. Я не помню, я завариваю, пока не теряется, типа. О, нашла. Как открыть? Да, надо будет съездить в Янту, каких-то чаёв понакупить себе, вот таких успокаивающих. Да Хон Пау мне очень понравился. Вот я себе сегодня пила Да Хон Пау, я, может, это не пригорело так по теме политики. Я помню, в психушке пил чефир с психами. А я вот не помню уже, чё мы в психушке пили. Но помню, был там какой-то чай. Но я больше всего ждала, когда дадут масло, пиздец. Я там больше всего любила масло. Типа, вот, когда давали масло, это было самое любимое. Просто, ты просто, сука, просто ждёшь этого момента. И ты там, этот бутерброд, это казалось пища богов. Там, конечно, как в тюрьме, да. А что мы там делали? Сидели. Да, туда просто так не попадают. Сидели за делом. Так, нельзя. Давайте это где-то Симва. Лежал в бывшей Кащенко в остром отделении. Жёстко. А Кащенко, это же, по-моему, не для психов. Ну, я не разбираюсь в этих русских больницах. Я ещё тогда в этом, в Киеве жила. Когда у меня эти были в жизни случаи. Так, куда нас дальше? Слышал трек Бульвар Де Кобо, Кащенко. Так, куда нас дальше по квесту отправляют? Надо разобраться. Сейчас новую локацию откроешь. Серьёзно? Так, это же вообще кайф. Это ты, походу, эту локацию хотел, чтобы я открыла. Я так поняла, да? Подруга вызвала санитаров, когда я, типа, хотел выпилиться. Ну, понятно. И всё. А там уже, когда ты туда попадаешь, то там уже, ну, там всё. Там, типа, ну, когда ты попадаешь в эти помещения, двери закрываются, железные, и всё. Ты оттуда уже не выходишь, типа. Что случилось из-за женщины? Там уже ничего никому не объяснишь и прав нет. Да, ты там тупо считаешься как овощи. Очень жёстко. Очень жёстко. Я как вспомнил эти, вообще, эти месяцы. Ну, да, лучше не вспоминать. Я стараюсь стереть, вообще, это полностью из своей памяти и жить так, как будто этого никогда не происходило, честно говоря. Но, в целом, у меня получилось. То есть, несмотря ни на что, я чувствую себя нормально. Спустя, сколько лет. Нет, у меня был инцидент. У меня, ну, конкретные люди хотели сделать меня овощем, типа. Ну, ну, типа, и против моей воли. Меня туда, это... Ну, ну, дали взятку, типа. И это насильно, короче, скрутили. У меня там кровати привязывали, чтобы я не это... В общем, и всё, и потом голопередольчик вкололи насильно. И всё. А там потом ты от него только через две недели начинаешь понимать, кто ты, шо ты вообще. Я потом это... В суд, короче, обращалась. Ну, жёстко очень было. Какой ужас. Да, это было очень жёстко. Очень жёстко. Не хочу вообще это не вспоминать, не знать, не помнить, что это со мной происходило. Я полностью вычеркнула, типа, весь этот эпизод из своей жизни. Полностью, типа. Поэтому ты переехала? Да. Да, если откровенно, то да. Типа, я не хочу вообще находиться с этими людьми. Я очень рада, что мы в разных странах теперь. И я вообще счастлива, что всё, типа, ну... Я счастлива, что мне удалось, типа, выжить после этого. Потому что у них был реально план сделать меня, ну, типа, нетрудоспособным человеком. Вот. Это было очень, 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 очень страшно. Ну, я только там уже внутри поняла, насколько эти люди неадекватные. Вот. И потом уже и врачи это поняли, типа. Ну, врачам так-то похер. Но когда они разобрались в моей ситуации и осознали, что вообще происходит, они мне сами уже говорили, что ты, деточка, ты-то это, давай заявление опиши. Типа, вот так вот было. Ну, то есть там кейс вообще достоин, пусть говорят, типа. Так, шо тут, мы можем вдвоем? Боже, как хорошо, что мы этот квест можем проходить вдвоем. Надо будет, наверное, потом удалить запись этого стрима, потому что, как бы, я не хочу даже, чтобы кто-то из моих зрителей вообще это знал. Это, типа, это жесткая херня. Да, ну и, кстати, когда ты видишь реальных людей, которые реально, типа, с проблемами, то это очень, это очень стрёмно. Когда ты понимаешь, что ты с ними в одном помещении. Типа, они могут сделать все, что угодно в любой момент, очень страшно. Так. Вот это тут жирота, конечно, мобы жирные, поезда пассажирные. Вот, так что, если у вас реально какие-то проблемы, я вам крайне не советую куда-то там попадать в такие места. Я вам советую поехать куда-нибудь на море, посидеть как-то, посмотреть на природку, подышать свежим воздухом. Намного лучше попадает. И вообще, надо очень четко следить за своим окружением. Потому что, скорее всего, у вас депрессия не потому, что вы грустный человек, а потому что у вас дебилы какие-то, которые вам жить нормально не дают. Вот. Это я как бы так, чтобы подытожить. Ген Шинч, импакт. Ген Шинч к нам, собственной персоной, это же надо. А мы тут квест какой-то важный делаем. Вот. Походу, мы сейчас это, куда-то попадем, что-то откроем. Обсуждаем тут всякие жизненные штучки. Так, Сундучара. Открыли. Отлично. Ранг приключений дали. Все, этот квест уже завершен. Считается. Кайф. Тусим с цветочки. Мне так нравится. Смотрите, какая красота. Теребонька МТчинки, так сказать. Что за квест Энкономии открываешь? Ну, я так понимаю, что да. Отправляйтесь в глубины пещеры. Залузная бездна. Вас ожидала неизвестная, лишенная следов цивилизации места. И вы приготовились исследовать его? Мы готовы исследовать. Так, вот сюда. Давай. Какой-то цветочек на капусту похож. Это только начало. Не, ну я так-то уже подустала. Надо уже спать, наверное, у нас там сколько времени вообще. Квест очень большой. Ну, значит, будем потихоньку на каждом стримочке чуть-чуть его под это проходить. Какой ранг? 50 вот сегодня взяли. Сегодня взяли и 50. Вкачали мы сяо чуть-чуть. Вот, пытаемся тут что-то как-то где-то. Ой, спасибо большое, Геншин, за подписочку. Спасибо большое. Стабильно стримим Геншин. Вот. Иногда бывают у нас перерывы на всякие рисовательные и развлекательные стримы. Нашла человека. А, ты еще и девочка. Вау. Это, конечно, удача. Это редкость. Спасибо. Вдвойне теперь приятно. Это ж надо. Геншин Чин Пакт. А это еще и девочка. Нашла человека, у которого не 55 ранг. Не, ну когда-то у нас будет 55-й. Мы тут так, это, стремимся к успеху. Не приунываем. Всячески стараемся. Ходим на Гео Вишопа. Регулярно пытаемся тут прокачивать своих героев. Кстати, мы там книжки выбили на Сяо. Надо его сейчас подкачать. Надо помолиться. И можно идти спать спокойненько. Наверное. Если этот квест, он длинный. То мы его, получается, будем долго проходить. На каждом стримчике по чуть-чуть. Будем кайфовать. Могу заходить, помогать с Гео Вишопом. Спасибо большое. Это мне надо. Это мне надо. Да, у меня крайне слабые герои, потому что я играла на телефоне сколько-то месяцев. Ну, как начала играть. И я там, естественно, не знала, кого вкачивать надо. И вкачала всех персонажей, которых дали, тех и вкачала, короче. И только потом я осознала, что, оказывается, надо совсем других персонажей качать. Так, что тяжелая судьба. Так, куда тут идти? Посмотрим. Так, я попробую. Я хочу попробовать начать вот с той самой первой точки, но я даже до конца не понимаю, где она. Ты Сяо выбила? Да. Да, мы на стриме выбили Сяо. Мы его уже немножечко там это прокачали. Правда, модную эту... Модную мы для него пушечку не выбили. Но ничего. О, тут можно что-то под это поделать. А тут надо, наверное, какую-то последовательность соблюдать. Правильно я подозреваю? Или просто тупо все зажигаешь и кайфуешь? А, не, все, вон-то уже погасло. Здесь надо знать последовательность. Я не знаю последовательность. Так, а по квесту нам куда-то вот сюда вниз, получается, надо. Ягай Юй выбила в первый день. Уже почти прокачала в талантах проблема только Мора. Ну да, как бы здесь уже на этих рангах начинаются вот эти вот проблематики. Нехватки ресурсов, это, конечно, очень жестко. Если бы изначально в игре я знала, что надо аккуратно относиться ко всем ресурсам, я бы, может, совершенно по-другому бы играла. И как бы сейчас бы, может, что-то у меня бы по-другому было. Но ничего. В целом, мне нравится игра, я готова в нее играть, даже если так это тяжеловато будет. Тем более, мне вот постоянно помогают. Тут у меня есть зрители, любимые, которые заходят, ходят на гео-вишопов со мной. Любезно помогают вот с квестами. Со всем мы вместе выкачиваем. У меня вот ся, у меня появился первый, наконец-то, персонаж более-менее приличного, так сказать, содержания. Ну вот все, сейчас еще покрутим эти. Я на стриме Элис выбил Гань и Деда. Ну, тупо во время моего стрима там сидел, выбивал, короче. Теперь думает, что я ему удачу приношу, короче, такое. Ну, это совпадение, конечно. Так, где вторая штучка, не могу понять. Где-то, ага, вот оно. Где? В кустах тут где-то. Так, сделали. Что дальше? Так, еще одна штучка. Где? Не вижу. А, вон. Ну, ходить на артерии для меня не проблема. Не, на артерии я тоже нормально хожу. Ну, одна могу сходить. Просто проблема сегодня то, что два данжи открыта. Нужно сегодня на артерии тратиться не могу. Ну, да, вот эти вот проблемы, когда не знаешь, что сделать, чтобы правильно вложить с ресурсами. Ну, это жестко, конечно. Ну, с другой стороны, куда нам спешить? Сегодня нету ресурсов, завтра накопится снова смола и снова можно везде идти. Вот, в этом плане. Так, что мы, умираем? Давайте хилиться и жить. Умерли уже, не успели. Воскрешаемся. Так, мы рядом, мы рядом. Так, а где хоть этот? Где я нахожусь? Я хочу понять, что это вообще? Где я? Как я сюда попаду в следующий раз? Покажи арты Сяо. Ну, сейчас тут мы доделаем вот эти две штучки, и я зайду, покажу все. Да, мы, кстати, на арты тоже ходим. Частенько. Эй, не хильнулась. Надо было подойти к какой-нибудь башне, похилиться. Так, сейчас слетаю, хильнусь и вернусь. А куда я тут слетаю? Нахер я тут слетаю? Энкономия текущая. Ага. Очень интересно. Если я сейчас зайду, я смогу вернуться? Вот это интересная тема. То есть я даже не понимаю, где я на карте нахожусь. Прикольно. Через карту тоже можно попадать. Отлично, давайте хильнемся, чтобы там не падать, не тратить еду. Так, хорошо, возвращаемся. Энкономия. Сейчас добиваем, открываем все. И, наверное, все. Потому что я уже... Сегодня мы уже так долго стримимим. Как-то что-то я вообще не ожидала, что мы сегодня так долго будем. Думала, сейчас быстренько это... Почилим чуть-чуть, да и все. Да, уже получается 6 часов у нас стрима. Жестко-жестко. Так, куда нам последняя осталась штука? Наверху вот здесь. Да? Да. Супер, еще где-то поблизости. Ага, вон там. Почему балов канала нет? Стрим элемент вообще-то есть. Не настроим. Потому что я не компаньон твича. Поэтому нет балов канала, к сожалению. Так, что куда нам по квесту дальше? Сюда. Да, давай телепортим вам херли. Угу, камушек. Чего не компаньон-то? Из-за санкций крымских. Так. Приоткрытую дверь что-то видно. Это проход или ловушка? Это проход или ловушка? Осмотрите вход, найдите способ пройти. Луч света в темном царстве. Смотрите, идем по проходу. Я в апреле в Крым полечу. Прикольно. В апреле хорошо. Да, если честно, у нас уже в марте становится прикольно. На самом деле в феврале уже цветет миндаль. Где-то вот во второй половине февраля. Февраля вполне начинает свистеть. И вообще сразу так хорошо становится на душе. Иногда еще бывают февральские окна. Это когда у тебя в феврале 16 градусов. Вот это вообще-то такие кайфы. Просто ты чувствуешь себя человеком. Вот интересно, как этой зимой будут у нас в феврале. Но у меня тут рядом в ботаническом саду цветет этот абрикос мумэ японский. Будет, кстати, сходить посмотреть, как он там после снега вообще вышел или нет. Так что да, здесь есть на что посмотреть в целом. Я рекомендую приезжать вот когда цветут все деревья. Прям весной-весной. Это, конечно, очень зависит от температуры. Оно может смещаться. Но очень красиво, конечно. Это из Москвы. Так что за Крым не шаре, но думаю, у тебя там интересно. Ну, как интересно. У нас красиво, спокойно, хорошо. Природка, чистый воздух. Вот в этом плане. То есть так. Для здоровья классно. Для психики тоже хорошо. Сидишь себе, тучилишь, спокойно. Никто никуда не бежит. Ну, зимой особенно. Летом тут, понятно, трешак. Надо искать место, где спрятаться от всех. Ох, каких мы тут мобов валим. Я просто в шоке. Так что ждем. Приезжайте. Так, используем штучку. Что нас? Запускают нас куда-то. Прикольные какие ворота здоровенные. Вот это, да. Под островом в Атацу не такое огромное место. Вау, вот эта красота. Похоже, нам надо в центр. Давай пойдем потихоньку. Так, давай, наверное, на следующем стриме уже пойдем туда потихоньку. Дядь, что-то я уже вообще... Начнем с тех руин. Они как раз недалеко. Все. Квест выполнен как раз. Вот новое задание. И на следующем стриме тогда начнем новое задание. Ну, очень красиво. Какая штучка. Тут вообще никогда... Ну, это действительно первый раз мы здесь вообще. Что это такое? Так нам на карте не показывают, что это, да? Где это? Ну, ладно. А стрим мы только по геншину? Нет, сегодня у нас был гадательный стрим, кстати. Вот. Еще мы на стриме рисуем зрителей. Мы делаем арт-фотошопчики по фоткам. Вот, кстати, завтра будет еще. Мы рисуем логотипы из никнеймов на стриме. Еще у нас бывают эти кукинг-стримы. Раз в неделю примерно тоже. Ну, так они эпизодически иногда с кухни подрубаю. Что у нас еще было? Вот надо еще гитарный стрим замутить как-нибудь для разнообразия. Так что такое. Всякое у нас тут бывает. Геншин это у нас сейчас актуальная игра такая. Так что, запустим. Давайте салют для... А, кстати, что там эта игра? Игра же тут есть такая. Вот, помнишь, мы фигурки складывали? Когда мы вчера складывали? Не забудь активировать телепорт рядом со мной. Так, где ты? Активировать телепорт. А, мы еще крутки должны покрутить. Алло. Вдруг нам сегодня выпадет этот умный дядька. Ты такой умный дядька. Так, это мы активировали. Там еще какие-то загадочки были. Мы вот на прошлом стриме, я помню, загадывали. Как она называется? И сами события. Игра теней. Так, часть 2 прошли. Часть 3 через 1 час. Блин, ладно, ладно. Ладно, тогда мы, значит, на следующем стриме поиграем в игру теней. Хорошо, давайте крутку крутанем. Такую финальную. Финальная крутка. У нас есть 600 кристаллов в магазин. Ну, давайте все 600 кристаллов и прокрутим. Да? Хорошо же будет. Камни и стока. Так, покупаем. 3 крутки получается. Давайте, вперед. Ну, дай бог нам за старания. Помолимся, господа. Вспоминайте, пожалуйста, все молитвы, какие вы знаете. Я вот на санскрите знаю. Тестовый забег не пройден. Это же минус гемы. Не знаю, никогда не проходила эти тестовые забеги. Хорошо, пройдем, значит, на следующем стриме. Так, сколько мы можем один раз? Три раза. Давайте. Я не особо опытный, как бы, игрок геншин. Но я стараюсь, как бы. Черная кисть. Ну, херня, конечно, да. Нам бы этого. Джун Ли бы дайте, а. Так, еще есть два раза. Так, шо там? Херня. Ладно, давайте последний раз. Пусть нам повезет. Пожалуйста. Синие еще покрути. Синие. А сколько у нас синих? Это вот эти, бомжарские. Ну, одна есть. Давайте одну крутаню. Так, кисть как раз Джун Ли. А, типа, это оружие для него классное. Но у нас самого Джун Али нет. Кота Лист Геймс. Вряд ли у тебя лишнее холма есть. Да не, по оружию у меня там плохо. А, я еще обязана показать арты этого. Самое такое нормальное. Ну, окей. Помолиться один раз. Давайте. Синими еще помолимся. Изумрудный шар. Спасибо большое. Так, последний. Последний победный должен быть. Полюбесу. Синтю. Это норм? Господа, кто разбирается? Это нормас? У меня, по-моему, такой уже есть персонаж. Да, это нормас. Ну, вот, видите, последняя победная. Я же сказала. Так, смотрим, кто нам попался. Синтю. Он у меня уже был. И у нас, получается, созвездие мы ему активируем. Очень удачно. Норм для огненных персов. Ну, отлично. Мы когда-нибудь его тоже начнем прокачивать. Это Васинтю. Говорят, он классный. Может, с Янь Фэймы и с ними создадим эту пачку. Итак, показываю артефакты, которые у нас висят на Сяо. О, кстати, давайте ему повысим уровень. Сколько мы еще сможем книг в него влить? 85. Вау. Еще такими давайте добьем до 86. Слушайте, ну, кайфец. 86. Это мы уже... Посмотрите, насколько мы близко к цели. Мы хотим Сяо прокачать. С Фишиль и Байдоу сок вообще. Для Электро тоже. Зажать этот плюсик. Да, я знаю, каждый раз забываю, если честно. Я всю жизнь так делаю. Короче, хорошо. Мы сейчас скачаем Сяо. Потом у нас в планах... Кстати, давайте артефакты покажу. Так, смотрите. По артефактам мы их иногда заходим, делаем. Но мы еще не все повыбивали. Там, конечно, регулярно надо заходить. Вот у нас есть тут такое. На силу атаки. Снова сила атаки. Цветок у нас бомжарский. Ну, какой есть. Зато, зато у нас есть. Так, но эту мы еще не выбили. У нас есть супер шапка. Вот такая шапка на 62% крит урона. Вы видели такое вообще? Вот. Мы как бы... Мы гордимся этой шапкой и все. Это вот самое главное, что у нас есть в плане Сяо. Там дальше будем выбивать, посмотрим. И шанс 13. Вообще огонь. Шанс критического попадания 13. Да, вот такая шапка. Это вот. Вот единственное, пожалуй, чем я пока могу, так сказать, поэта похвастаться. Все остальное ужасно. Но ничего, мы будем потихоньку работать над этим. И когда-нибудь выбьем что-нибудь хорошее. А мы штука начали. Пока надели то, что было. Ну, вот. Дальше посмотрим. Планируем дальше качать Байдоу. Байдоу. Вот такая у нас 70 левел. Вот. И еще качаем Янфей потихоньку. Вот. Такой, а кто у меня тут еще модный есть? У меня была проблема в том, что я выкачала главного персонажа. Потратила много ресурсов. Лизу вкачала. Вот этого Кейю качала. Барбару качала. Вот. Короче, всех, которые нахер не нужны, я их всех прокачу. Вот. Зато вот Нингуань у нас есть тоже классная. Кто у нас здесь? Много кто есть. Сахароза. Вот она уже тоже такая. 70 левел. Но неплохо. А что, пусть будет? Короче, не смогла я сосредоточиться на ком-то одном. И в итоге у меня куча херовых персонажей средней мощности. Да. Так что все еще, видимо, впереди. Давайте опустим фейерверк. Фейерверк. Ну, они тоже хорошие. Если правильно качать, то все будет прекрасно. Но мы вот потихоньку качаем. Нам все нравится. Потихоньку проходим квестики. И вообще, шо, дядь, запускаем? Ты уже начал запуск? А, у тебя уже запуск идет. Я свой только запускаю. У меня 5 секунд до фейерверка. Смотрите, какие прекрасные фейерверки. Просто великолепно, да? Ну вот, какая жизнь прекрасная. Так, я вас отправлю на такую интересную стримершу, которая нравится мне очень. Не факт, конечно, что она вам понравится. Но я ее сейчас буду смотреть, наверное, перед сном. Мацоко. Не знаю, что она там делает. Но у нее прикольный вайб. Ну вот, почилите немножечко. Произошла ошибка. Попробуйте, че, начать рейд? Какие ошибки? Так, перешли мы? Все хорошо? Спокойной ночи. Все, пока. Все, я оффа. Все, всем пасибки.